Друзья, я включил запись, это означает, что мы начинаем формальную часть нашего вебинара. У меня просьба всем, кроме ведущего и выступающего, а он в одном лице сегодня, это я, и кроме Никитина Анатольевича, вот всех остальных отключить микрофоны. Вы все будете слышать, но чтобы не мешать своими звуками выступающему и слушателям. Пожалуйста, все отключите. Тут вот некоторые не слышат. Так, вот отключили. Значит, спасибо. Спасибо. Сегодня у нас 18 мая 2022 года, московское время, 16 часов, 3 минуты. Начинаем очередной вебинар Климова-Зателепина. Я всегда начинаю с этих слов, вот, о времени и дате, потому что вот потом, когда через даже год, через два смотришь, это очень важно понимать, когда это все происходило. Поэтому вот эти слова не лишние. Сегодня доклад Баранова-Зателепина-Климова-Шишкина «Особенности радиационного фона в помещении с электрическими разрядами». Но попросился Никитин что-то сказать в самом начале. Толь, но только очень коротко. Да, одна минута. Значит, на прошлом семинаре, значит, в дискуссии кто-то там, я не помню и не хочу действительно это подчеркивать, высказался как-то лично с оскорблением в адрес Эйнштейна. Мне кажется, что вообще-то, в принципе, эти акты, когда кто-то кого-то оскорбляет, это уголовно наказуемое действие, у нас в Конституции так записано. Тем более у нас оскорблять своих учителей лично, которые сто лет назад работали и все-таки внесли какой-то вклад, недопустимо. Я предлагаю, чтобы в будущем… Ваш учитель, я так понимаю, вы у него учителя, вы ничего из того, что он нам рассказал. Мне кажется, что это недопустимо. Мы можем что-то говорить, например, о том… Так, послушайте, дайте мне сказать не одна минута. Вот вы так же себя ведете, как и раньше вы себя вели. Мне кажется, что это недопустимо. И мы должны воздерживаться. Критиковать теории, пожалуйста, не затрагивая личности. Должны мы соблюдать вообще человеческую этику. Спасибо за внимание. Спасибо, Анатолий Ильич. Теперь, Толя, выключи, пожалуйста, свой звук. Геннадий, мы сейчас не будем… Геннадий, я Савинкову говорю. Сейчас не будем дискуссию на эту тему устраивать. Я понял, что речь идет о вашей реплике относительно Эйнштейна, но это было в пылу полемики, дискуссии. Я это не считаю таким уж совсем уголовно наказуемым преступлением, поэтому мы, Геннадий, это простим. Тем более, что в книжках много путаницы. Может быть, Эйнштейн и не совсем был профаном, но много путаницы в книжках, которые после него на основе его теории возникли. Может быть, я не прав. Это моя точка зрения. Итак, сегодня у нас доклад о особенности радиационного фона в помещении с электрическими разрядами. Я сейчас включу демонстрацию своего экрана. Вот, я надеюсь, вы видите. Кто-нибудь, ответьте, что виден мой экран. Любой кто-нибудь. Видно хорошо. Да, очень хорошо. Здорово. Значит, обращаю внимание, что, ну вот, два человека, Баранов-Зателепин из лаборатории НЛИС, Климов это Ифтан, Шишкин это лаборатория АВК-бета. Ну, вот, присутствие Климова, честно говоря, я не очень с ним согласовывал это. Его, кстати, сегодня не будет. Но он, так сказать, ну, частично знает эту тему, потому что она, собственно, возникла в его лаборатории, почему он тут и участвует. Мы 12 апреля этого года большой командой проводили биологические эксперименты в его лаборатории, на его установке. И после экспериментов некоторые обстоятельства возникли, которые привели к взаимодействию с Александром Львовичем Шишкиным, который тоже участвовал в этих экспериментах. И вот это взаимодействие привело к тому, что вот стало ясно, что такую работу хорошо бы сделать, и мы ее сделали вот за прошедший месяц примерно. Так, как тут двигать? Да, ну вот цель работы, по сути дела, я повторяю, из объявления, который вот этот текст, он из объявления, которое было вывешено, рассылалось участникам. Ну, я своими словами, и вот его можно почитать, я своими словами кое-что все-таки дополнительно скажу по отношению к этому объявлению. Дело в том, что вот Александр Львович при обсуждении результатов по биологии, вот он рассказал об одном замечательном эксперименте, который он в свое время проводил, на основе которой получился патент в конечном счете на изобретение об изменении свойств люминофоров в присутствии устройств, которые мы называем сверхъединичными. Ну, и у него некая своя теория на этот счет есть, она несколько отличается от того, о чем я сегодня буду говорить. Поэтому он как участник и как автор этой работы, он в конце тоже несколько слов скажет о той, ну, не несколько слов, а выступит по поводу вот той теории, которая у него существует по направлению, о котором мы тут сегодня будем рассказывать. Ну, вот тут отчасти я это, вот на этом слайде отчасти об этом говорится. Вот патент, о котором я говорю, это способ защиты от излучения, он получен в 2013 году, и он основан на идее, которая говорит о том, что вот неизвестное излучение, которое сопровождает многочисленные явления, хорошо зарегистрировано, уверенно зарегистрировано всеми, кто занимается электроразрядами, электровзрывами, которые занимаются разнообразными машинами кавитационными, еще там никель-водородными устройствами, другими генераторами сверхъединичного типа, трансмутационными генераторами. Вот они это излучение видят, вот это обстоятельство, которое зарегистрировано в этом способе, оно, в этом патенте, оно было бы для них очень интересно. Но вот что интересно, что один из, мы же ведь занимаемся, вот в наших экспериментах занимаемся регистрацией, попытками регистрировать не только тепло, но и излучение, которое поступает из генераторов, из реакторов. Вот в частности, мы с Барановым в лаборатории НЛИС в свое время, это казалось довольно странным в свое время, это где-то 15-й год примерно было, зарегистрировали радиоизлучение в радиодиапазоне, который поступает из реактора, когда он работает. Периодические вспышки радиоизлучения. Но постоянно занимались, когда мы занимались никель-водородными генераторами, постоянно занимались регистрацией гамма-излучения, фотонного излучения и регистрацией нейтронного излучения. Это немножко разные техники, но в чем-то они похожи. Ну и там были различные, ну такие своеобразные обстоятельства, которые, ну как-то вот в науке иногда их называют заметание под ковер. Мы обратили внимание на то, что когда мы измеряем фотонные и нейтронные фоны в окрестности никель-водородных, в частности, устройств, а сейчас мы работаем с разрядами в окрестности разрядных устройств в настоящее время, то обратили внимание на то, что фоновые излучения, фоновые измерения, то есть когда ничего не работает, все выключено, иногда даже по нескольку дней не работает, они очень сильно плавают, эти измерения. И характеристики, которые мы замеряем, они сегодня одни, завтра другие. Ну и мы как-то не обращали на это, вернее обращали внимание, и это ясно было, что что-то странное, но это все откладывалось в долбий ящик. И вот при общении с Шишкиным вот эти обстоятельства, они всплыли на поверхность, и было решено попытаться это довести до какого-то научного результата. Ну вот в частности, вот в экспериментах, которые мы многие годы с разрядами вели, и с разрядами, я напомню, конкретно в водосодержащей среде мы продували через разряд поток воздуха, содержащего капельки воды, мелкие-мелкие капельки воды, которые формируются в увлажнителях, высокочастотными колебаниями, высокочастотными колебаниями пластинки. И вот что было обнаружено, что когда мы измеряем фон, только увлажнитель работает, разряда никакого нет. И было обнаружено вот что, что оказывается, когда мы измеряем фон и нейтронный, и фотонный, то есть гамма-фон в этих условиях, он очень сильно зависит от того, работает вот этот увлажнитель или не работает. И причем интересно было то, что фон, то есть количество счетов в единицу времени при этом, как-то вот как включается увлажнитель, почему-то падало. Мы с Барановым Дмитрием Сергеевичем много раз эту тему обсуждали. Я, поскольку он специалист, более квалифицированный, чем я в ядерной физике, я пытался вот у него выяснять, там другими образами пытались выяснять, может ли вода, водяной пар как-то влиять на экранирование этих гамма-излучений, там, излучений нейтронных, как-то экранировать их, как-то менять энергию. Но ответ, очевидный ответ, отрицательный, но тем не менее мы это наблюдали. Вот это такие вот как бы подоплеки, такие факты, они вот привели нас к тому, что эту работу необходимо сделать. Ну вот как мы, как она была, это построена эта работа. Значит, вот я сейчас вам показываю, вы, к сожалению, скорее всего не видите. Вот заглавие, потому что тут спрятано управляющие, под управляющими сообщениями зума все у меня, скорее всего. Но, значит, вот точки, в которых мы располагали датчики. Вот их было несколько этих датчиков и несколько точек замеров излучений и фотонных, то есть гамма-излучений и излучений нейтронов. И в частности, три точки, это вот точка номер один, точка номер три и точка номер четыре, они располагались в лаборатории Инлис. Это в Москве, в Мариной роще. Кроме того, я сейчас покажу, как устроено помещение, в котором мы эти замеры ведем, ввели. И, кроме того, в точке номер один, вот в точке номер один, в ней располагается разрядник, который мы периодически включаем или не включаем и проводим измерения. Либо при выключенном разряднике, либо при включенном разряднике, либо когда электрический разрядник работал несколько дней назад, потому что тоже странные нюансы и в этот момент тоже, вот через несколько дней тоже возникает. Итак, три точки в лаборатории Инлис. Одна точка в московской квартире, это вот моя небольшая квартира, примерно полтора километра от этой лаборатории. Вот там тоже использовался датчик натрий-йод для того, чтобы измерять фон, чтобы можно было как-то сопоставить, что же мы видим в лаборатории. Почему такой вопрос возник? Потому что стало более-менее ясно и анализированы многочисленные факты, что вот в лаборатории формируется особый фон, который может влиять на вообще все, и в частности на измерение и фотонного, и нейтронного фона. Вот план этой лаборатории, вернее, части лаборатории. Она небольшая, 180 метров. Вот красным обведено в точке 1 располагался датчик, датчика 2, и мы их переносили из одной точки в другую. Это не значит, что у меня там 4 датчика, они все одновременно измеряют. Нет, они измеряют последовательно то в одной точке, то во второй, то в третьей, то в четвертой. Значит, вот точка 1 – это где располагается иногда датчик, и тут же располагается разрядник. Вот на расстоянии примерно 11 метров по прямой сквозь стенки. Но это не стенки, это перегородки, такие не очень толстые гипсокартонные перегородки, 4 слоя, 4 или иногда даже больше слоя гипсокартона. На расстоянии 11 метров располагается точка номер 3, в которой тоже периодически располагался датчик. Вот точка 2 мы там тоже мерили, но сегодня она в одной комнате с точкой номер 1, с разрядником располагается, но сегодня об этом мы говорить, об этой точке не будем. И точка номер 4, немножко в другую сторону, примерно 10 метров, две аналогичные точки, но чуть-чуть в разных направлениях относительно точки номер 1. Вот очень важно, что вот в этой комнате, вот где сейчас мой курсор показывает, расположен мой стол рабочий, вернее, это стол Дмитрия Сергеевича, Баранова рабочий стол, на котором у нас стоит компьютер рабочий, и рядом с ним аналогоцифровой преобразователь и счетчик, который, ну вот, имеет марку Теремина, такой вот довольно известный в мире науке прибор, который, ну он уже может быть старый, есть более новый, но тем не менее, вот его многие используют. К нему прилагается некая программа, которая установлена на компьютере, которая позволяет обрабатывать получаемые на этом АЦП спектры. Валер, люди тут просятся войти, многие не могут. А у меня почему-то, ну я это самое, извините, я, у меня тут, да, такая проблема, я, такая проблема, я, Дим, помогай мне, пожалуйста, потому что если у меня тут, к сожалению, к сожалению... А, соединился, Валер, соединился. Все. Подключились, Люди. Спасибо большое, Дим, огромное. Пойдем, а где источник по отношению к этим датчикам? Еще раз, Володь, примерно... Вот план, еще раз покажи, где источник находился? Понимаешь, тут, значит, дело вот в чем, что, значит, план... Послушай, послушай внимательно, значит, я о плане эксперимента буду рассказывать дополнительно. Вот сейчас задача только усвоить, что здесь вот раз, два и три точки, три точки... Таш, соединилась у вас? Друзья, пожалуйста, выключите микрофоны свои. Микрофоны свои, выключите. Я выключил презентацию, потому что тут у нас не понимают люди, что микрофоны надо выключать, входят, начинают переговариваться. Это... Сейчас я попробую по-другому сделать, значит, свою... На моем компьютере перестроить немного изображения чуть-чуть. К сожалению, возможно, не получится. Да, так вот, сейчас видите или нет? Презентацию не видим. Сейчас не видно презентацию, да, это верно. Я еще раз ее включаю. Сейчас видно демонстрацию? Да, 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 все, окей. Спасибо большое. Ну, если можно, я буду, вот, она будет в такой форме, потому что мне удобнее, я буду видеть, какой следующий слайд, она не на весь экран будет. Кроме того, я буду видеть подключающихся людей. Когда я на весь экран, я не вижу подключающихся людей. А это такой дед, за два года так отрастил такой бородище. Кто там выступает? У меня просьба отключить эти... Меня дедом тут только что кто-то назвал. Это вообще, конечно, интересно. К сожалению... Прошу прощения. Да, так вот, к сожалению, тут что-то, что же с этим самым? Я все-таки попробую настроиться. Попробую настроиться. Иначе невозможно будет. Ну, ладно, хорошо, не будем терять времени. Так вот, схема... Володь, на твой вопрос отвечаю. Значит, смотри, Чижову отвечаю. Смотри, источник здесь не важен. Вот поймите, источник, например, у нас будет там источник уронил. Он будет располагаться в точке номер 4, вот в точке номер 4, рядом с датчиком. Когда он будет в точке номер 4? И мы об этом эксперименте, об этой части эксперимента поговорим отдельно. Источник, ну, он в нескольких точках, мы его прикладывали. Там цель будет проследить, как источник, что замеряет датчик, когда до разряда, до электрического разряда и после электрического разряда. Вот смотрите, в точке 1, вот я сейчас показываю, я надеюсь, видно мой курсор. Я вот вожу так его по экрану взад-вперед. В точке 1 располагается разряд. Разряд. Хорошо видно. Вот первый эксперимент по измерению фона в точке 1, в точке 3 и в точке 4 мы делали, когда, и сейчас ниже мы покажем это все, мы делали, когда разряд предыдущий раз мы включали 3 дня назад. Трое суток в лаборатории никакой работы не велось. Никакой работы не велось. И мы считаем, что может быть там вот какая-то среда, которая формируется, мы об этом будем чуть-чуть ниже говорить, угомонилась. И поэтому более-менее какой-то фон. На основе этого фона потом мы внесем источник в эту точку и тоже померяем в точке номер 4, вот где я сейчас показываю, померяем, что показывает датчик. Потом будет включен разряд в точке номер 1. И мы в точке номер 1, после того, как разряд будет выключен, мы опять померяем фон, потом опять померяем фон в точке номер 3 и померяем фон в точке номер 4. И в точку номер 4 принесем источник и померяем, что показывает датчик после включения разряда, там через 30 минут это после включения разряда, что он покажет, когда мы источник поднесем к датчику в точку номер 4. Володь, я ответил? Я ответил. Все отлично, понятно. Теперь как устроен измерительный комплекс? Ну, комплекс это очень громко сказано, или стенд, но тем не менее, вот так это выглядит. Вот компьютер, который обрабатывает данные, поступающие с АЦП теремина. Вот АЦП теремина, вот маленький такой ящичек, маленькая коробочка. Он располагается в металлическом толстостенном ящике с хорошей крышкой, которая толщина 2 миллиметра. Металл вот этот стальной ящик с хорошей, плотной, с таким, значит, вот уплотнениями металлическая крышка. Ну, надеемся, что такие простецкие какие-то возмущения этот металлический ящик снимает. Сигнал на теремина поступает от датчика, расположенного вот в этой точке. И в эту же точку теремина подает напряжение. Все датчики, которые используются при радиационных измерениях, нуждаются в питании. Питание – это электрическое напряжение, обычно порядка киловольта, и даже больше, ну и даже меньше. Значит, вот у натрия йода, который мы здесь размещали, одно напряжение питания, это для измерения фотонных потоков, а для измерения нейтронных потоков другой датчик СНМ. Он про них, сейчас чуть-чуть позже будем говорить, у него чуть-чуть больше напряжения, поступает по этой же линии. И по этой линии результирующий сигнал поступает в ОЦП, а потом по USB линии поступает в компьютер. И там с помощью программы обрабатывается. Около датчика располагается электрический разрядник. Разрядник мы усовершенствовали с Дмитрием Сергеевичем технику разряда. Сейчас у нас для создания разряда мы применяем пластиковую трубочку, которую мы делаем из шприца медицинского, в которой вставлены два электрода сверху и снизу. Кроме того, в один электрод, который катодом у нас является, это напряжение будет подаваться постоянное, ну или условно постоянное. В ходе разряда оно падает, но потом это такой высокочастотно-постоянный режим, можно так сказать. Разряд искровой. В эту трубочку мы помещаем, мы придумали способ Дмитрием Сергеевичем, каким образом подавать воду в этот шприц. Это делается у нас с помощью ватки, смоченной в воде, которая кладется на катод. И по сути дела разряд происходит между анодом, который сверху располагается, и ваткой, в которой закопан с водой, намоченной в воде. Воду мы иногда дистиллированную, в данном случае всегда будет дистиллированная вода. Иногда мы используем в воду различные соли, растворы солей. В данном случае будет дистиллированная вода, которой нас снабдил Чистолинов. У него такая какая-то двойная чистка, хорошая там у него аппаратура для очистки воды. Вот эту воду мы здесь используем. На разрядник подается напряжение порядка 30 кВт от источника. Вот я его показываю здесь. Источник запитывается от аккумулятора. Ну, вернее, там есть переходное устройство, которое аккумулятор превращает в переменное напряжение, которое потом подается на... Для чего это делается? Для того, чтобы развязать компьютер, который тоже на своей батарейке работает. Сейчас, слава богу, компьютеры несколько часов имеют возможность работать на своем аккумуляторе. И источник у нас работает на своем аккумуляторе. Таким образом, обычной проводной связи между источником электрического возмущения, то есть разряда, и между АЦП, и между компьютером в конечном счете нет. Тем более, что этот компьютер располагается где-то там далеко, примерно за 10 метров от разрядника. Вот так устроен этот стенд. Значит, ну, вот какие датчики мы применяли. СНМ-18 – это один из типов датчиков, который применяется для регистрации нейтронов. И сцинтилляционный датчик на основе кристалла натрий-йод. Он там имеет еще присадки разнообразные для улучшения своих свойств, с помощью которого регистрируются фотоны. Как это происходит, чуть попозже я вот буквально сейчас начну об этом говорить. Почему это все важно? Почему нам нужно здесь сегодня разобраться? Или, по крайней мере, вот опять там кто-то просится. К сожалению, аппликации очень сложно. У меня эти экраны перепутаны. Да, ну, возвращаюсь. Значит, два типа датчиков. Значит, вот один из... Да, почему важно сегодня поговорить о датчиках, как они устроены и что они делают? Потому что, в конце концов, станет ясно, что это одна из основ того недоразумения, которое... Кто-то там, кто вошел, выключите, пожалуйста, звук своего микрофона. Выключите звук. Я, к сожалению, сейчас тут не могу это делать, потому что другая у меня тут задача рассказывать. Это очень важно, потому что именно физика датчиков очень важна вот в том процессе, о котором мы сегодня будем говорить. Вот типичный вид СНФ-18. Это датчик для регистрации нейтронов. Это такая трубка из такой нержавейки, она какого-то обычно желтоватого цвета почему-то. Вот, возможно, там с примесью какой-то еще. И она газонаполненная. И, по сути дела, это является... Эта трубка представляет из себя конденсатор. Вот один, вот этот проводочек, это один контакт этого конденсатора. А вот этот штырек, у него там внутри проводочек, по которому подается высокое напряжение, это второй контакт этого конденсатора. Внутри в этой трубке проходит проволочка по центру, и она наполнена гелием 3, такой газ, довольно дорогой. Сейчас по физике этого газа чуть позже поговорим, почему именно он здесь применяется. И между вот этими обкладками... Одной обкладкой является корпус этого конденсатора, а второй обкладкой является центральный провод, который по центру проходит. И АЦП, которое подключено по вот этому каналу, ну, через развязку, естественно, то, что сюда высокое подается напряжение, подключено к этой точке, вот этого СНМ-18, Оно регистрирует, по сути дела, напряжение, возникающее между Землей и вот этой центральной проводом, который меняется в результате того, что там прошел какой-то процесс. Вот какой процесс, на какой процесс ориентирован этот датчик. Вот тут написано, можно почитать, но я еще своими словами немного что-то добавлю. Вот чувствительным элементом является гелий 3. Он имеет большое сечение захвата медленных и тепловых нейтронов. Регистрация теплового нейтрона производится за счет вот какого процесса. Вот гелий 3, он присоединяет к себе нейтрон, тепловой или медленный, превращается в тритий, выделяет протон и при этом выделяется 0,765 МЭФ энергии. Вот если по дефекту масс посчитать, то вот этот результат реакции, вот это совместное тритий и протон, они массу имеют меньше, чем гелий 3 плюс нейтрон. И вот эта вот масса, вот эта вот избыточная масса, она выделяется в виде энергии. Вот как эта энергия распределяется? Часть энергии уносит тритий, часть энергии носит протон. Поскольку тритий тяжелый, а протон полегче, то в силу закона сохранения импульса протон уносит много, в частности он уносит 0,67 МЭФ, и он в этой трубочке, в этом газе, двигаясь, устраивает там ионизацию. И в результате этой ионизации возникает вот тот самый ток, который, собственно, АЦП и регистрирует. Расчет на что идет? Расчет идет на то, что в эту трубочку закрытую никакой не может влететь этот самый какой-то фотон, который может там что-то ионизовать, и не может залететь какой-то ион, который, естественно, ни электрон, ни ион, какое-то атомарное вещество через вот эту стенку этой трубочки, там порядка миллиметра, он пролететь не может. Расчет идет на это, и поэтому рассчитывают, что именно протон, там зарядная частица, она производит там ионизацию и устроит выделение 0,67 МЭФ, которые и зарегистрируются АЦП, в нашем случае теремина. Подается напряжение порядка 1200 вольт. Ну вот здесь аппаратный спектр, сейчас мы это пропустим, потому что, наверное, по времени мы некие детали тут будем опускать. Опускать. Значит, вот другой у нас есть датчик, который фотонный спектр регистрирует, или гамма, по сути дела, спектр. Это вот сенсуляционный детектор на основе натрий-йода, о котором я говорил выше. Вот натрий-йод – это вот кристалл, вот этот вот кристалл, он прозрачным является, но он так устроен, что когда его облучают сенсуляторы, они так устроены, что вот когда его облучают, например, рентгеновским светом, то он рентгеновскими квантами, то он в результате преобразует рентгеновские кванты в оптический свет, который через прозрачную, вот это прозрачный кристалл, по нему этот свет проходит через световод, доходит до фотокатода. Там фотокатода устроена таким образом, что при оптическом облучении он выделяет электроны, которые надвигаются на фотоумножитель, и фотоумножитель в своих динодах – это, по сути дела, можно сказать, конденсаторы, так устроенные один за другим, включенные, по которым, значит, вот этот электрон в ускоряющемся поле, все дальше, 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 причем, значит, вот их все больше и больше в результате становится, и ток увеличивается, и это вот усилитель, по сути дела, усилитель вот этого ничтожного сигнальчика, который сначала вот здесь был получен. Ну вот к этим разъемам подключаются, значит, некоторые провода, которые подают напряжение, а кроме того подключается тот самый, значит, вот АЦП, который получает сигнал в результате вот тока, который регистрируется фотоумножителем, и который поступает на АЦП. Вот так это все работает. Ну вот следующий слайд, он, по сути дела, то же самое объясняет, поэтому мы его пропустим. Вот о чем в самом начале шла речь и о чем говорил нам, вот утверждал Александр Львович Шишкин, один из участников нашей работы, о том, что каким образом происходят какие-то изменения при работе сцинциллятора, если они, эти сцинцилляторы располагаются вот в зонах работы этих, например, сверхъединичных устройств, ну, в частности, например, разрядов. Вот, ну, вообще вот схема работы сцинциллятора вот в чем состоит. Значит, это твердотельная структура, ну, вот этот самый кристалл натрия йода, вот, кристалл натрия, по сути дела, он имеет валентную зону, то есть, в которой электроны находятся в связанном состоянии, они плотно привязаны с помощью кулоновских сил к соответствующим атомам, соответствующим молекулам вот в этой валентной зоне. Есть вот по вертикали, на этом рисунке, это энергия. Есть некоторые, так называемые, запрещенные зоны. Решение уравнений Шреддингера для кристалла показывает, что здесь вот для этих энергий, это энергетическое пространство, это нереальное пространство, а энергетическое пространство, в нем не может находиться электрон, например, и он сразу может перейти вот в зону проводимости, которая вот здесь вот выше, где, значит, он, ну, свободным является, может передвигаться, но в зонах включения в этот кристалл натрия, это самое, атомов йода, атомов йода в каких-то зонах, там запрещенная зона сужается. Вот здесь вот это условно показано вот такими ямками, она сужается, и поэтому электрон, перескочив из валентной зоны в зону проводимости, вот поглотив рентгеновский квант, высокоэнергетичный квант, свалится вот в эту ямочку, в которой, от которой как бы энергетическое расстояние до валентной зоны меньше, и поэтому, когда он из этой ямочки, которая образовалась из-за того, что там йод добавлен, зона уже расстояния в энергетическом смысле меньше, чем была вот, чем ширина запрещенной зоны, и электрон, вот он уже упав снова в валентную зону, зону излучит, излучит, значит, уже видимый свет, и поэтому там фотоумножитель сработает. Вот так работает сенсилятор, в этом его идея. Значит, ну вот, какие мы источники, два источника, которые мы использовали для того, чтобы там иногда, я обращал внимание, что источники у нас радиационные источники, не высоковольфные, а в радиационном смысле, радиационные источники, они у нас не самые главные участники этой всей, значит, эпопеи, они только одни из участников, и я так пояснял, еще раз скажу, что они иногда участвуют в эксперименте, а иногда нет, они тут не самые главные, но еще об этом, еще раз я об этом буду говорить. Итак, вот у нас два радиационных источника, это азотно-кислая соль урана, она имеет термин уранил, по-русски это такая грубая какая-то ошибка, и компьютер все время хочет уранил поправить на уронил, поэтому чего-то запрашивать чрезвычайно сложно. Там, по сути дела, это для того, чтобы, ну, какой-то вот объемный, урана-то мало на самом деле, вот, его много-то и не надо. И там, это распад урана идет, вот там длинная цепочка распадов, я периодически прошу Дмитрия Сергеевича мне показать эту цепочку, там, я не знаю, 20-25, наверное, различных распадов при распаде урана, каждый из которых что-то там излучает. В основном это бета-распады. Когда бета вылетает, оно потом ионизует все вокруг себя, оно при энергиях, вот я этот процесс на основе протона, вот чуть выше рассказывал, и вот это бета, там оно, тормозясь в этом, значит, в этом источнике, оно излучает в конце концов фотон, то есть гамма-излучение. Второй источник – это вот Америцей-бирилевый источник, но в данном этом самом эксперименте мы этот источник не использовали, поэтому это в основном уранил. Вот для того, чтобы показать, что у нас более-менее все правильно работает, я показываю вот спектр, вот слева зелененьким, красивеньким таким цветом показан спектр, который мы там пару дней назад сняли с нашего источника, уранилового источника, вот, а это азотно-кислая соль урана, еще раз напомню, а вот справа – это литературные данные по спектру этого самого урана, которые, ну, опубликованы вот в журнале «Атомной энергии», вот уже бог весть когда. Ну вот явно видно, что все это очень похоже, то есть мы правильно этот получаем спектр. Я подчеркиваю, что распад урана и последующие там превращения, там очень много линий, но вот основные, вот они, вот так вот они формируются, вот так это опубликовано уже, мы показываем, что мы попадаем. Вот качественно это соответствует. Тут еще вот что важно, что вот тут поверху написано, вы этого, естественно, не видите. Всегда вот при измерении, в таких измерениях очень важным обстоятельством является калибровка датчика, чтобы сказать, а какая же энергия-то, собственно, прилетела там этого протона или этого фотона. Вот с помощью вот этого рисуночка мы можем проводить калибровку. Вот здесь вот видно, что один спектр, вот он маленький, это примерно 65 кФ, а вот этот спектр побольше, это примерно там 95 кФ. Вот построив там линейную какую-то комбинацию из этих двух спектров, можно вывести калибровку нашего натрий-йодного датчика вот в диапазоне примерно там вот около 100, около 1000 кФ. Ну вот тут что-то объясняется по Америции Берилий, но мы его сегодня не используем, поэтому это где-то может быть дальше, когда-то будем использовать. Значит, ну вот теперь какие мы типы сигналов получаем. Ну мы, кстати, их получаем на всех устройствах примерно одинакового типа, эти сигналы, ну вот сейчас, в частности, на СНМ. Вот такой, смотрите, вот рисунок слева, вот и тут какой-то печок, это вот, собственно, так называемая гистограмма, когда это снимок с экрана компьютера, который присоединен к теремину. Вот по горизонтальной оси отложены энергии, энергии пока еще не откалиброванные. Как калибровать? Я только что выше. Одна из возможностей я только что рассказал. Можно другие, у нас другие есть источники, которые позволят калибровать и выше, и ниже по спектру. Вот так выглядит вообще как бы спектр. А вот справа вот этот важный, для чего я все это показываю, вот этот рисунок, вот такой красивенький, ровненький печок, это типичная форма сигнала, который поступает с СНМ, когда он регистрирует нейтрон, действительно нейтрон. Это мы проверяем, что такие у нас пики есть с помощью вот этого датчика на основе америции бериллия, но сегодня как бы вот просто зафиксируем в голове, что вот такие красивые датчики, такие красивые сигналы, это действительно нейтрон. И такие красивые сигналы, если они поступают на триодный, вот сцилляционный датчик, они соответствуют фотону, гамма-кванту, который тоже примерно похожий процесс, лавинный процесс в этом, так же как лавинный процесс вот в этом конденсаторе, который СНМ является, такой же лавинный процесс, так только немножко другой конденсатор, это фотон-множители. Вот они так красиво, и фотон тоже такой же красивый рисуночек порождает. Вот следующий вид сигнала, который мы получаем, мы его называем, сигнал типа 2, мы его называем дребезг. Вот смотрите, вот еще раз показываю, смотрите, здесь как все ровненько, вот красиво, гладко, а вот здесь все какие-то осцилляции. Я почему об этом так подробно говорю, казалось бы, для чего это все? Регистрирую там себе сам. Дело в том, что когда регистрируется, ведь это работает АЦП, там какая-то есть программа встроенная внутри, которая особым образом, как это бог на душу положил, разработчикам этой программы анализирует поступающий сигнал, форму поступающего сигнала и делает вывод, это есть нейтрон или это есть фотон, или это есть что-то, что должно быть отбраковано. Так вот, так устроена теремина, наша теремина, что вот эти сигналы он не отбраковывает. И я утверждаю, что так устроено большинство, если не все датчики, если не все датчики, которые в современном мире используются. То есть отбраковка сигналов, вот, например, типа 1, вот этого гладенького, от типа 2, вот такого дребезга происходит очень плохо. Определенное количество сигналов типа 2 засчитываются в счет нейтронных сигналов. Но есть сигналы еще другого типа. Вот мы его называем сигнал типа 3, уходящий вниз или вверх ветвь. Вот смотрите, такой с дребезгом, такой печок, и потом сигнал теремина уходит куда-то вниз, далеко вниз. И там он потом вернется на ноль, но это потом. То есть на самом деле в этот самый, в датчик поступила огромная энергия, потому что вот площадь под кривой, это и есть, собственно, энергия, которая поступила в датчик. Вот, но ее мы не видим. Так вот настроена, вот устроена регистрация, что это огромная энергия, которая сопровождает вот такого типа сигнала, когда уходит вниз куда-то, а иногда ветвь уходит вверх. Это тоже огромная энергия, потому что она потом сверху вернется вниз. Вот это ветвь. Вот это третий тип сигнала, и он тоже регистрируется как сигнал, на который стоит обратить внимание. Вот это важно, это надо запомнить. Ну вот теперь о последовательности действий, о чем я, собственно, при проведении эксперимента, о чем я уже немножко говорил, когда отвечал на вопрос Чижова. Но я еще раз это расскажу, потому что это важно. Мы регистрируем фоновый сигнал, фоновый сигнал двумя датчиками и СНМом, это нейтроны, и натрий-йодом, это фотоны или гамма-рентгеновские кванты в трех точках, в точке 1, в точке 3 и в точке 4. Я вот сейчас тут пролистаю опять и покажу еще раз вот эту картинку. Вот смотрите, вот это точка 1, вот здесь мы располагаем, измеряем фон, вот точка номер 3, это вот здесь мы измеряем фон, точка номер 4, это вот здесь мы измеряем фон. В комнате, вот в этой комнате мы производим разряды, и мы будем измерять фон, сейчас вот до разряда как бы измеряем фон, а потом после разряда померяем в этой же комнате фон. Но кроме этого мы померяем фон и в точке удаленной за несколько стенок на 10 метров, удаленной в сторону, и также померяем за 11 метров через, вот смотрите, раз, два, три стенки, вот удаленные, ну это не стенки, это перегородки гипсокартонные, вот в точке номер 3. Вот, значит, еще раз на эти точки обратил ваше внимание, где мы проводим эти измерения. Вот сигнал номер 1, сигнал номер 2, сигнал номер 3. Итак, мы измеряем в точках номер 1, номер 3 и номер 4 в лаборатории Инлис фоновые сигналы и нейтронные, и рентгеновские через трое суток после последнего включения разряда. Я знаю, что этого все равно недостаточно для того, чтобы полностью устранились последствия того, как дата включения разряда, которое было аж трое суток до того. Но, тем не менее, нельзя же всю жизнь ждать там чего-то для того, чтобы произвести следующий эксперимент. Дальше мы в точке 4 подносим, уронил, источник уронила. Тут вот слово источник как бы несколько раз, вот в данном случае радиационный источник уронил. В точку номер 4, вот она там вверху справа была, на рисунке этой лаборатории, на схеме лаборатории. Подносим источник, уронил и регистрируем сигнал от уронила. В датчике расположен в точке 4. Дальше мы включаем разряд в точке номер 1. Помните точку номер 1? Вот в комнате слева там она была, посередочке как бы. Примерно всего на 180 секунд. Одновременно на некотором расстоянии от этого разрядника мы регистрируем сигнал. Но сегодня мы о нем говорить не будем, потому что там еще более сложный процесс, и мы о нем поговорим чуть-чуть дальше. Вот в следующих наших выступлениях сегодня мы будем говорить только о предыдущих измерениях до разряда и последующих измерениях после разряда, для того, чтобы вас не запутывать, для того, чтобы вы хотя бы что-то поняли, о чем мы тут сегодня говорим. Но вот тем не менее мы включаем разряд на 180 секунд. Вот это надо запомнить. Всего 180 секунд. Ничтожный разрядик. Его длина, это не как у Климова, у него там разряд так шумит, как будто самолет взлетает. А у нас такой слабенький, ничтожненький разрядик, примерно 2 сантиметра длиной, даже может быть 1 сантиметр, лучше сказать, длиной, искорка такая. Там максимальная мощность примерно 30 ватт всего. При напряжении 30 киловатт. Там токи это миллиамперы. Понимаете, вот. И все равно вот такая вот. Сейчас увидим, каким результатом все это приводит. Потом еще раз включаем разряд. Мы регистрируем еще примерно на 180 секунд. Для того, чтобы зарегистрировать сигнал в точке 4. До того мы регистрируем сигнал в точке 1, а потом в точке 4. В чем тут дело? Сегодня об этом говорить не будем, но по нашим некоторым наблюдениям сигнал в точку 4 приходит через некоторое время. О том, что разряд начинает работать. Немгновенно. Это говорит о том, что это не электромагнитное какое-то там вот это вот излучение, которое прибежит туда в точку 4 на 10 метров там за наносекунды. Нет. Приходит там гораздо позднее. Но сегодня тоже об этом говорить не будем. Ну вот два таких по 180 секунд. Подчеркиваю, что это очень ограниченное воздействие вот этого разряда. Вот дальше начинается то, что мы сегодня покажем. После этого сразу, сразу после того, как разряд мы выключим, вот мы будем измерять фон. Сначала в точке 1, потом в точке 3. Вот вспоминайте, где они там в лаборатории расположены. И в точке номер 4. В каждой точке мы будем мерить по 10 примерно минут. Поэтому в точке номер 4 мы будем измерять сигнал с наших датчиков спустя примерно 20 секунд, 20 минут после разряда. И, наконец, через 30 секунд, а то и больше, после того, как мы померили фоновые сигналы в точках 1, 3, 4, мы поднесем в точку 4 источник радиационный, уронил этот самый пресловутый, который мы вот здесь, чуть-чуть выше, мы его до разряда померили в точке 4, что там нам показывал этот уронил, и потом после разряда опять принесем в точку 4 и опять померим, чего же нам там покажет этот уронил. Мы просто точно знаем, что результаты будут разные. Причины сегодня, может быть, мы частично поговорим, два человека на эту тему будут говорить, кроме комментаторов. Немножко я поговорю, и кое-что о своих точках зрения, откуда там какие-то нюансы возникают, будет говорить Шишкин. У него чуть-чуть другая точка зрения, другой подход к этому процессу. Ну вот теперь типичный спектр фонового сигнала в точке 4 в лаборатории Инлис за 600 секунд. Датчик на 3 йод. Спектр, он разбивается на две зоны, сильно отличающиеся друг от друга. В одной зоне, вот она низкоэнергетичная, количество счетов достигает примерно 10 тысяч за вот эти 600 секунд. А в сумме там речь идет о десятках тысяч, о сотнях тысяч даже, вот импульсов, которые возникли вот в этой зоне до 10 кВт. Но это нереальные кВт, а это их еще надо откалибровать. Но если их калибровать, то примерно нужно на два разделить. Вот 10 кВт, это по сути дела соответствует 5 физическим кВт. Ну, так, примерно оценка. А вот рисунок следующий, второй рисунок. Тут спектр уже длинный, до полутора мэв примерно, мегаэлектрон вольт. И вот показаны тут вот, как это все распределено по спектру. Сигналы фоновые, подчеркиваю, разряд выключили. Ничего не работает. Просто разряд. Вот в точке удаленной, где-то там, вернее, его еще и не включали вообще. Вот сейчас еще и не включали. Вот как вот типичный фоновый спектр. Он вот такой горбик имеет. Этот горбик связан, в первую очередь, возможно, с аппаратной функцией натрий-йода, который имеет вот в этой зоне повышенную чувствительность. Он, спектр вот этого, натрий-йод, этот сенсилятор, он по-разному работает, с разной интенсивностью. При малых энергиях и при больших. А вот в некоторой зоне в районе 70 кэф он работает максимально эффективно. И поэтому вот такой горб получается на регистраторах. Еще очень важная вещь. Вот в основном, вот в этой зоне, я сейчас всю подоплеку вам рассказываю, не скрывая ничего, для того, чтобы вот объяснить, о чем мы говорим. Вот на рисунке номер один, на левой части рисунка, в основном спектры, в основном формы импульсов, которые приходят в зону номер два, они в основном второго и третьего типа. Вспоминайте, что первый тип – это гладенький нейтрончик, второй тип – это дребезь, как мы называем, но очень похожий на нейтрончик, но энергия огромная. А третий тип – это вообще суперогромная энергия, но он у нас регистрируется как небольшая энергия, потому что вот там огромная потом подземная энергия, она, теремина, не идентифицируется. Ну, так вот, это большинство датчиков, так устроено, я уверен. Так вот, в основном, вот второго и третьего типа, хотя здесь есть и первого типа, гладенькие нейтроны, а вот здесь, в этой зоне, или фотоны, а вот в этой зоне, вот в зоне более высоких энергий, здесь тоже есть и второй и третий тип, но в основном здесь первого типа, вот гладенькие такие, значит, кривульки, вот формы кривой, вот они сюда ложатся. Вот, ну вот, значит, смотрите, мы включили разряд, там два раза по 180 секунд поработал, и потом вот мы спектр, вот какую-то часть спектра, вот смотрите, я показываю еще раз, я вот эту часть спектра вам сейчас покажу на отдельной картинке. Вот, вот до разряда то, что было, тут немножко размеры как-то другие, но это вот та часть спектра, которые вот я только что там вам показывал, а вот после разряда, визуально отличить очень и очень сложно, очень и очень сложно. Там зарыты внутри свои нюансы, на не очень большом проценте, но они есть, сейчас мы это увидим, и поэтому, кроме формы, то, чем мы с Дмитрием Сергеевичем раньше занимались, пытались увидеть явные пики. Вот сейчас мы оперлись на такую технологию, как анализ, суммарный анализ, количество суммарного импульса, который пришел в секунду, деленный на количество секунд, который пришел на счетчик за время, за одну секунду до разряда, и сколько импульсов пришло на счетчик, на детектор после разряда. Подчеркиваю, что измерение после разряда производится, когда разряд уже выключен, он не работает. Вот эта табличка номер один, она очень важная, она, собственно, у кого-то там включен этот самый, он кашляет, и мы тут все слышим, пожалуйста, отключите свой микрофон, он вам не нужен сейчас, вы все будете слышать и без микрофона включенного, у вас этот самый, без включенного микрофона, у вас динамик работает, вы меня слышите. Вот смотрите, вот эта табличка очень важная, вот здесь показаны интенсивности гаммафона в импульсах в секунду, замеренной датчиком на три йод. Вот первая колонка, это место датчика, вот точки 1, точка 3, точка 4, мы к ним уже, я надеюсь, привыкли. Точка 1, это место, где разряд располагается, но когда мы измеряем, разряд еще не был включен, а потом, когда мы будем измерять, разряд уже был выключен. Точка номер 3, это комната на 11 метров, удаленная от разряда, которая, по сути дела, в точке 1. 4, точка 4, это комната, удаленная на 10 метров в другую сторону от разряда, а точка номер 6, это моя квартира в полутора километрах от этого самого разряда. Надеемся, что там, хотя кто его знает, но там эти разряды никакого действия, надеюсь, не оказывают. Вот смотрите, что мы видим до разряда импульсов в секунду. В точке номер 1 126 импульсов в секунду на датчик поступает. В точке номер 3 138 импульсов в секунду. В точке номер 4 130 импульсов в секунду. А в квартире 144 импульсов в секунду поступает до разряда. В квартире там всегда примерно такая величина, а разряд в лаборатории в точке 1, 3, 4 более-менее поблизости от разрядника. Обращаю внимание, что в комнате номер 1, где в точке номер 1, где собственно разрядник расположен, но он еще не работал, фон пониженный, видите, всего 126, а вот в 3 и 4 они примерно совпадают. Потом мы включили разряд, поработали 180 секунд и 180 секунд, ничтожный разрядик, всего 30 ватт, и его выключили и начали опять измерять фон в точке 1, в точке 3 и в точке 4. И вот что получилось, в точке 1 фон стал 130, ну это можно считать, хотя там вот ошибку Саша Шишкин посчитал, вот она тут показана, но можно сказать, что все-таки он чуть-чуть возрос, фон чуть-чуть возрос. Такое ощущение, что что-то там как бы сгенерировал этот разряд, подчеркиваю, что мы сейчас анализируем все сигналы, поступающие на датчик. И сигналы типа 1, и сигналы типа 2, и сигналы типа 3, о которых я говорил выше 2 раза. Мы их уверены, что их не надо исключать, потому что это высокоэнергетичные сигналы. Они, может быть, и не являются нейтронами, но в этот момент в датчик заходит огромная порция энергии. Это не есть тот самый какой-то, я не знаю, то, что электротехники каким-то шумом обычно называют. Это не шум, это огромные энергии, которые просуммировать, они ничуть не меньше, чем энергии, которые заносит нейтрон, а то и больше даже. Вот теперь смотрите, после того, как разряд был выключен, через уже теперь 10 секунд датчик был перенесен в точку 3, она удалена от комнаты номер 1 на 11,5 метров. И мы увидели фон там, какой получился, 131, фон, потому что не работает разрядник, ничего не работает, источника нету. 131 импульс в секунду, он стал ниже, чем был до разряда. В точке номер 4 то же самое, померили до разряда, а после разряда, уже через 20 минут после разряда, фон тоже упал на примерно 5% относительно вот этой вот величины. Как видим, изменения незначительные, но они заметные, и они все в одну сторону, за исключением вот точки номер 1, которые непосредственно рядом с разрядом, тут что-то, вот, а что именно происходит, вот в каком-то обратном противоположном направлении работает. Вот посмотрим на точку номер 2, на таблицу номер 2. В таблице номер 2 собраны данные, в предыдущей таблице были показаны данные с датчика НАТРИЙОД, в таблице номер, сейчас вот там подключаются люди, вот Пархомов у нас не подключался, вот я их подключил. Значит, то были, предыдущая таблица, это были данные с НАТРИЙОД, это были фотоны, то есть рентгеновские сигналы, а вот с помощью СНМ, СНМ, это вот газонаполненный гелием-3 датчик, позволяет регистрировать нейтроны. Вот здесь первый, кто-то подключился, друзья, кто подключился, выключайте, пожалуйста, звуки своего сигналового, параметра. То есть он начинает движение и останавливается. Вот невозможно, что же делать? Кто подключился, выключайте, пожалуйста, свои микрофоны. Виталик, Барышников, отрубите микрофоны. Виталик, я вас в следующий раз не пущу, вот я вас предупреждаю. Я каждый раз подробно говорю, выключайте микрофоны и продолжайте это самое, забывайте, продолжайте мешать. Понимаете, вы мешаете, поймите вы это. Плюс хамство. Плюс хамство. Ну, не знаю, я не хочу никого обижать, просто люди забывают, на мой взгляд. Моя таблица видна сейчас? Да. Видна сейчас, да, таблица? Евгений, видна таблица? Валер, хорошо. Да, видна, все нормально. Да, здорово. Значит, смотрите, таблица номер 2. Итак, это СНМ, это вот измерение нейтронов. Вот смотрите, то же самое в точке номер 1, в точке номер 3, в точке номер 4 измеряли фон до включения разряда. Вот, ну, нейтронов меньше гораздо, чем гамма. Потому что гамма образуется, знаете, из-за чего фоновые? В первую очередь, это космическое излучение, это излучение из стенок различных радиоактивных веществ, в первую очередь, радона. Но, кроме того, еще что-то есть, вот это еще что-то, вот мы об этом и говорим сейчас. Вот, и до разряда, вот в нейтронном счетчике было 0,65, в точке номер 3, вот в точке номер 1, в точке номер 3 было 0,99, ну, по сути дела, единица, один импульс в секунду, в точке номер 4 было 0,24 импульса в секунду. Ну, там редко, примерно вот в 5 секунд один импульс, вот, или там в одну секунду один импульс. Потом вот те самые вот пресловутые, значит, вот разряды, два разряда по 180 секунд, и потом, значит, опять в точке 1, в точке 3, в точке 4 мы измеряем опять фон. Разряда нет, он не работает. И мы видим, что, значит, вот фоновая величина снизилась. Было 0,65, она стала 0,55. Была единица, а стала 0,52, в два раза упала. Вот здесь она выросла, но я допускаю, что в точке 4, но я допускаю, что здесь какая-то была ошибка вот с измерениями, вот это в первом измерении. Потому что, как вы видите, все величины, они примерно одного порядка, вот, а это она слишком выбивается, поэтому, ну, опыт показывает, что это, скорее всего, там какая-то была ошибка аппаратная. Вот, теперь посмотрим на таблицу номер 3. Таблица номер 3. Значит, это вот очень интересный эксперимент. Он проводился только в одной точке, номер 4. Мы до того, как был включен разряд, я об этом говорил, мы поднесли к датчику, поднесли, уронил. Вот, уран, О8, Н2, ну, это такая сборная формула. На самом деле, там еще до черта веществ в этой соли, так? Ну, в первую очередь, вода. Вот это потому, что это там гидрат, такая вот, соединение с водой. Значит, ну, это твердое вещество. Вот до разряда было 336 импульсов. Когда импульсов мы поднесли к натрий-йоду, мы уже от нейтронов перешли обратно к фотонному, то есть к рентгеновскому датчику на основе натрий-йода. Поднесли источник, и он показал 336 импульсов в секунду. Потом его унесли куда-то там, спрятали. У нас он хранится в сейфе. А потом, значит, вот, когда провели разряд, эти самые, два раза по 180 секунд, опять туда принесли источник и померили, а что же датчик показывает. Через уже 30 минут после того, как разряд выключили, и он показывает 307 импульсов в секунду. Вы видите, примерно на 10% уже ниже, чем было до того, как был включен разряд. Подчеркиваю, что ничтожный разрядик, а вот такое вот большое действие оказывает на замеры фотонных и нейтронных потоков. Теперь я немножко уже, я говорю, практически 70 минут, и поэтому я уже приближаюсь к завершению. И я немножко поспекулирую, я порассказываю, как же вот мне, как мне кажется, что тут происходит. Дело в том, что окружающая нас среда насыщена особым веществом. Мы все, ну, многие, по крайней мере, согласны с тем, что есть некоторый эфир, такая сплошная субстанция, которая там свои какие-то свойства очень оригинальны. В первую очередь, это свойство проводимости электромагнитных волн. Но, вот как мне кажется, кроме вот этого эфира, эта окружающая среда насыщена еще чем-то. И это не эфир, вот я черным тут это выделил. Это не эфир, это некое, сейчас вот ниже, ну, я свою версию выскажу, это тоже некоторое вещество. Оно очень важно, обладает некоторыми свойствами. Смотрите, какими. Во-первых, оно электронейтральное, и оно очень малого размера. Поэтому оно может проникать сквозь стенку этого датчика. Ведь все датчики, они в металлических, в нержавеющих, таких толстостенных трубках внутри расположены. Каким-то образом надо внутрь забраться. Туда даже электромагнитное возмущение забраться не может. А уж какой-то атом забраться с большой энергией, это уже подавно не может. У нас рентгеновских квантов тут более-менее мощных, их с огнем не сыщешь. А тут какие-то огромные энергии больше, даже чем эти киловольтные энергии туда поступают. Итак, это электронейтральный атом малого размера, который хитро проникает через оболочку эту металлическую. Но вот какое у него есть интересное свойство. У него большой магнитный момент. Потому что он, двигаясь внутри вот этого датчика, магнитик, двигая внутри датчика, мы генерируем электромагнитное поле, электрическое поле, которое датчик-то и регистрирует. Собственно, вот в чем идея. И у него малый механический момент. Это сегодня нам не понадобится. В будущем я это буду использовать. Я знаю, каким образом вот на это вещество может даже свет действовать, свет. И оно может его гнать в одну сторону и в другую сторону. Именно из-за того, что это вещество имеет магнитный момент и малый механический момент. Вот это очень важно. Большой магнитный и малый механический. Малый, потому что механический. Потому что оно маленькое. А там, если вы помните, R в квадрате в механический момент входит. И это вещество, вот следующая позиция, на мой взгляд, генерируется в разрядах, и на это вещество силовым образом действует электромагнитная волна. Но я вот об этом только что немножко сказал. И это вещество, магнитоактивное вещество, оно пройдя сквозь тело поверхности вот этого наружной поверхности датчика, поступая внутрь датчика, а они все устроены одинаково, это все конденсаторчики того или иного типа. Они вызывают возмущение электрического поля, потому что есть ДБПДТ, он двигается там, есть Б, есть ДБПДТ, а это диполь магнитный. Он ДБПДТ создает, то есть создает электрическое поле, которое и воспринимается датчиком, либо как нейтрон, либо как фотон. Вот в чем, на мой взгляд, сущность вот этих вот необъяснимых процессов, что же там происходит, почему какие-то огромные количества, я, возможно, сам, каких-то регистраций у Климова, например, около его установки, там нейтронный датчик зашкаливает, он вообще показывает черт знает что. Одна из причин, почему мы биологический эксперимент затеяли, потому что я сказал ему, Толь, прекрати свои эксперименты, давайте мы сначала разберемся, что там. И вот похоже, что там никаких нейтронов нет, а вот есть что-то, что мы воспринимаем, датчики, вернее, мы-то его не регистрируем, датчики воспринимают как нейтрон или как высокоэнергетичный фотон. Возможно, и кандидат на вот такую вот историю, о которой я только что рассказал, это темный водород, о котором мы, я чувствую, надо еще раз выступить, еще раз народу напомнить, потому что, естественно, забыли. Я напомню, что это такая структура, состоящая из двух электронов, которые не на внешних орбитах, а внутри, на очень маленькой орбите, которые практически с световыми скоростями, с огромными, вращаются по этим орбитам, создают тот самый вот этот вот магнитный момент, о котором я говорю. А по внешним орбитам вращаются нейтроны, эти протоны, два протона, два нейтрона, они тоже довольно быстрые двигаются, но совсем не околосветовые, а скорости довольно маленькие. И размер вот этой структуры примерно 0,5 на 10 минус 13, она через любую атомарную решетку проникнет запросто. Она нейтральная, но она магнитоактивная. Вот все это магнитик маленький, такой маленький магнитик. Вот, например, нейтрино, гидрино вот этого Милса, оно не подходит, потому что у него нет магнитных свойств, судя по всему, потому что это же там в основном состоянии, там не будет магнитных свойств, там будет нулевой магнитный момент. Ну, может быть, я не прав, может быть, еще что-то есть, но на мой взгляд, это должно быть какое-то вещество, которое вот из барионных электронных структур, то есть из известных частиц состоит. Вот, вот я сейчас сделаю выводы, а потом я дам слово Шишкину, который вот это пустое место заполнит не текстом, а словами, потому что у него другое объяснение. Ну и выводы. Я написал выводы без домыслов, потому что у нас выступающие любят, рассказывая о своих экспериментах, в выводах рассказывать о своих теориях. А вот в выводах экспериментальных, на мой взгляд, я хотел бы вот этот стиль привить, надо делать выводы, опираясь только на экспериментальные факты, а уже дальнейшие это вот теоретические модели дадут. Короче, это выводы без домыслов. Итак, первый вывод. Радиационные датчики в момент электромагнитного разряда генерируют дополнительный сигнал, который трудно отличить от нейтронов и гамма-излучения. Речь идет о том, что в них именно попадает, тут вот не очень точно изложено, вот в электромагнитном сигнале генерируется дополнительное какое-то вещество, которое поступает в радиационные датчики, и его трудно отличить от нейтронов и гамма-излучения. Второй факт, который хотел бы обратить внимание. Радиационные датчики в течение значительного времени после завершения разряда показывают пониженные значения электромагнитного и нейтронного фона. Это мы видели на табличках. Пониженные значения. Почему они пониженные? Потому что, на мой взгляд, это уже не выводы, это опять некие домыслы, но я все-таки сейчас позволю себе сказать. Потому что вот это самое вещество, которое сгенерировалось с разрядом, оно сдувается куда-то неизвестно куда самим же этим разрядом. И вот эта комната остается с уменьшенным количеством вот этого вещества, которое наполняет нас вокруг. Потому что у меня дома больше 144, а в лаборатории 120 всего, импульсов в секунду регистрации. Дома больше регистрируется. И третий вывод. Радиационные датчики в лабораториях с электроразрядными экспериментами нуждаются в дополнительных калибровках. То есть делать прямые выводы о том, что что-то там померилось в каком-то там нейтроне или какие-то там гамма-излучения там идут мощные. Это надо делать очень осторожно с дополнительными проверками и экспериментами. Я даю слово Александру Шишкину. Саш, тебе нужна презентация? Валерий Николаевич, извините. А вы можете сказать даты проведения экспериментов? Могу сказать. Пожалуйста. Эксперимент, он у нас проводился. Саш, извини, вот Шишкину говорю. Извини, отвечу, это важный вопрос. Молодец, Егоров. Эксперимент проводился. Мы проводили эксперименты в течение двух недель последних. Но все время что-то улучшали, что-то улучшали, что-то изменяли, вылизывали какие-то аппаратные неточности. И последний эксперимент, который я вам сегодня и показываю, и цифры, которые я вам сегодня показываю, были сделаны вчера от 11 дня до примерно 23 вечера. Вот эксперименты у меня дома я проводил 23 часа. Я поехал домой, повез туда компьютер, датчик, теремина. И там все это дело зарегистрировал. И вам сегодня показывают. Это не значит, что мы с колес как бы работаем. А это просто мы все время улучшали, улучшали. И в конце концов вот так получилось. Спасибо. Это, наверное, вопросы потом будем. Сейчас вот Александр Шишкин. Саша, тебе слово. Мне экран. Убрать нужно, да? Да, убрать. Сейчас я уберу. Да, сейчас уберу. Да, убрал. Сейчас я попытаюсь включить свой. Подожди, я тогда тебе должен дать право на это. Я тебе дал право, да. Что мне надо? Тебе нужно на зеленую клавишу нажать внизу экрана Zoom. А демонстрация у тебя на компьютере, на твоем компьютере должна быть уже запущена. Ну, она у меня запущена. Тогда ты увидишь свой экран, уже на экране Zoom, и на нем два раза кликни на ту запущенную презентацию, она высветится, и мы ее увидим тоже. Не только ты, но и мы ее увидим. И сейчас на зеленую клавишу. Так, ну. А, там еще такая кнопочка должна быть. Вот у меня-то ее нет, поэтому я про это не знаю. Совместное использование. Где-то увидеть там слово. Совместное использование. Сейчас я... Так, я экран свой запустил. Он у меня запущен. Да экран, ты же участвуешь в Zoom, он у тебя запущен. Чего там запускать-то? Демонстрацию экрана включил? А, вот, вот. Нашел. Да, вот. Да, вот мы видим тебя, да, видим. Видим, но я не знаю, как его увеличивать и так далее. Давай, не надо его увеличивать, где-то мы на это потратим только время. Так, ну, я повторюсь. Значит, в 2010 году дубовик Куралес утверждали, что около атома существует уплотненная оболочка из праматерии, так называемых фоновых холодных нейтрино. А Куралес... Так. Сейчас... А, да. А Куралес, значит, уточнил, что каждая такая оболочка содержит около 10 в 11 элементарных вихрей. Каждый элементарный вихрь содержит около 10... Каждый вихрь состоит из 10 приблизительно в 11 элементарных диполей. Каждая диполь – это фоновая и холодная нейтрина. Значит, сама оболочка имеет вес около 10 минус 40 килограмма. Динамический объем оболочки составляет около 0,8 на 10 минус 13 сантиметра кубического. И, соответственно, плотность материи оболочки составляет 1,3 на 10 минус 27 килограмма на сантиметр кубический. Вот такая... Если по этой оболочке атома чем-то ударить, то атом может выпасть из оболочки и остается пустая оболочка. Вот она показана вот на этом рисунке. Она имеет торообразную структуру. Саш, вот можно я тебя остановлю на секундочку? Друзья, вот участники нашего вебинара, я хочу подчеркнуть, что вот то, о чем сейчас Шишкин рассказывает, к нашему сегодняшнему эксперименту никакого отношения не имеет. Это некоторое размышление, как бы это могло все выглядеть. Продолжай, Саша. Вот она имеет динамический размер, он указан, она имеет очень большие размеры, то есть малый тор 0,52 микрона, большой тор динамический размер 15,6 микрона, ширина 0,5 микрона, толщина такой структуры торообразной 0,1 микрона. В случае, если эта оболочка разрушается, то при разрушении оболочки выделяется около 10 минус 11 электронов и на 5 порядков меньше протонов. То есть рождаются частицы барионные, то есть была материя небарионная, она родила барионные материи, электроны и протоны в основном. Это я к пояснению, почему это надо. Эти кластеры обладают высокой проникающей способностью. При большой концентрации они похожи на жидкую типа гелеобразную среду. Поэтому разрядник рождает эту субстанцию в большом количестве и она двигается с относительно невысокой скоростью. Поэтому, когда разряд в точке 1 происходит, то в точке 4 он проявляется только спустя 180 секунд, как мы померили однажды. Такая оболочка обладает еще такими свойствами. Она обладает магнитными свойствами. То есть может при воздействии магнита на такие оболочки, они могут двигаться в разную сторону в зависимости от того, какая часть диполя двигается по поверхности дихоевой структуры. Поэтому она проявляет магнитные свойства. При взаимодействии с материальными объектами такие оболочки могут выделять энергию либо в виде отдельных электронов или ионов, либо в виде лавин электронов или ионов. Поэтому в СНМ-18 регистрируется, когда выделение энергии происходит малыми порциями, регистрируется дребезг. Это сигналы по форме номер 2. А когда выделяется, когда разрушается оболочка, то выделяется лавина электронов и ионов. Поэтому сигналы просто громадные. Они по моим измерениям, значит, они превышают сигнал от альфа. Но у меня другой детектор. У меня детектор на основе Бора-10, который при захвате нейтрона рождает альфа-частицы. Альфа-частицы с энергией 1,8 мэва. Так вот, сигналы от разрушения этой структуры в 15 тысяч раз превышают энергию альфа-частицы. Так как эти оболочки являются невесомыми и высокопроникающими, то они могут садиться на центр люминесценции и таким образом мешают электронам попадать в эти ловушки и излучать люминесценцию. То есть происходит тушение люминесценции. Поэтому сентиляционные детекторы начинают сильно врать, занижать радиационную нагрузку от гамма-кванта. Попутно скажу, что если эти кластеры попадают в полупроводниковые детекторы, то они могут взаимодействовать как с П, так и Н центрами. И таким образом они будут создавать фоновый шум. Объяснение аномалий при эксперименте. Вот почему они занижают показания нейтронов? Ну, возможно, что эти кластеры мешают медленным нейтронам взаимодействовать с ядром недели А3. И второе, почему происходит изменение активности нейтронных детекторов, ой, нейтронных источников. Нейтронный источник, например, америции бериллиевой, работает следующим образом. Америция испускает альфа-частицу. Саш, мы сегодня нейтронные, давай не запутывай людей, мы сегодня нейтронные измерения не затрагивали. Хорошо. Нейтронные источники, вернее, не затрагивали. Хорошо. И второе, возможно, так как кластеры содержат в себе нейтрино, шнуры из нейтрино, то они будут воздействовать на радиоактивные источники гамма-кванта в этой частице. Ну и общий вывод. Эксперименты показывают, что в местах с большой концентрацией кластеров большинство приборов радиационного контроля будут выдавать сильно искаженные данные. И, как говорит Валерий Николаевич, это требует отдельной калибровки, отдельного поправок к измерениям. Потому что искажение может достигать не процентов, а разов. И может быть десятков раз. Спасибо. Я все. Выключи. Спасибо, Саша. Выключи, пожалуйста, свой экран. Для этого тебе надо на красную кнопку сверху нажать. Она у тебя вверху. Я ее должен найти еще. Ты видишь эту красную кнопку? Я сейчас найду, найду. Да она прям у тебя видна. Вот на экране зума. Ну, ты выключи тогда презентацию свою. Сверни ее. Наоборот, свернуть ее надо. Презентацию сверни. Я понял, понял. Я пытаюсь ее свернуть. Вот на эту кнопку. Все. Свернул. Спасибо. Молодец. Друзья, значит, два вопроса были по ходу. Если кто-то хочет задать вопросы, пожалуйста, поднимите руки. Я думаю, что мы уже тут все научились это делать. Ну, вот у Савинкова есть. Может быть еще. Ну, хорошо. Геннадий, пожалуйста, ваш вопрос. Геннадий Савинков, ваш вопрос. Включите микрофон. Валерий Николаевич, у меня такой вопрос. Означают ли ваше измерение фоновых показателей этих процессов то, что у вас идут в газовом разряде ядерные реакции? Ну, вы же нейтроны получаете. Сейчас. Саш, выключи, пожалуйста. Зачем ты опять демонстрацию запустил? Да я ее не запустил. Ну, как не запустил? Когда ты ее запустил, ты опять нажал на зеленую клавишу. Черт возьми. Зачем ты это сделал? Убери демонстрацию. Нажми на красную клавишу. Да у меня зум куда-то спрятался. Зум у тебя внизу. Знаю, что проще выйти вообще тогда и снова зайти, потому что ты просто мешаешь. Внизу в завершение нажми и потом зайди еще раз, потому что ты просто мешаешь. Все. Да, ну хорошо. Значит, нет, вот я пытался все объяснить. Значит, нейтроны в нашей жизни, даже если у нас нет никаких источников, все равно есть нейтронный фон. Все равно есть нейтронный фон. Он примерно, он отличается. Есть даже специальный мониторинг мировой и в России в том числе, и мировой есть мониторинг. Я в свое время даже посматривал туда. Можно включить этот мониторинг и увидеть, сколько нейтронов сейчас в той зоне, в которой вы находитесь. Это нейтроны от разнообразных процессов, которые идут на Земле. Это не связано... Космических. Ну, в том числе и космических. Не только космических, но и в том числе и космических. И мы его, собственно, и меряем. Но мы видим, что почему-то разные все время данные, и причем в комнатах, в которых разряды производились, они меньше, чем в комнатах эти данные, в которых разряды не производились. А в комнаты, удаленные на полтора километра, больше, на 10-15% вот эти данные, измерения вот этих фоновых нейтронов, которые мы не собираемся порождать, мы просто их меряем. Таким образом, мы делаем вывод, вот я о нем говорил, но вот я понимаю, что это довольно сложно понять, как бы вот то, что мы сами к этому привыкали. Существует среда у нас, вот, вокруг нас, кроме эфира, я подчеркиваю, кроме эфира, которая не дает работать датчикам нейтронов правильным образом. И эта среда очень сильно реагирует на разряды. Вот если где-то неподалеку, на расстоянии метр от вас есть разряд, а может быть даже и 10 метров, но если стенки такие бумажные, по сути дела, эта среда настолько меняется, настолько, что датчик работает не так, как в том месте, где вот вы таким образом с помощью разряда среду эту не возмущали. Итак, речь идет не о создании нейтронов, а о изменении работы датчиков, которые реагируют на эту среду. Кроме нейтронов, нейтронные датчики и гамма-датчики, они реагируют на эту среду, и они автоматически включают в свой отчет данные об этой среде. Поэтому вот эти датчики можно использовать, кстати, и для того, чтобы регистрировать наличие этой среды. Вот так можно сказать. Я не знаю, ответил я ваш вопрос. Нейтрон живет 811 секунд. Это какая генерация свободных нейтронов в нашем окружающем мире, чтобы вы вот так вот фиксировали столько много нейтронов? А вы, ну, Геннадий, это вот к нам-то не относится. Мы просто, я вам только что отвечал, что это естественный нейтронный фон на Земле. Естественный, от многообразных ядерных процессов, которые в стенках происходят, в бетонах, в камнях, которые происходят из космоса, идет излучение. Родился этот нейтрон, он через 11 минут помрет, но родится другой. Вот так устроена реальная жизнь. Вы думаете, что... Вы не привязываете вас к разрядам? Я не привязываю к разрядам. Я говорю, что ваши измерения приведут к тому, что вы будете по-разному регистрировать. Потому что, кроме... Я обращал внимание, вот важный вопрос, и то, что вы, а вы же ядерщик, я знаю, вот, то, что вы как бы тоже не ухватили, вот это очень важно. И спасибо за этот вопрос. Смотрите, еще раз, я обращал внимание, что у нас регистрируются нашими датчиками три типа разрядов. Гладенькие, которые и есть, собственно, нейтроны. Это номер раз. Номер два, это дребезг, похоже на нейтрон, но какая-то волнистость такая на вот этой, на форме кривой, если помните, в самом начале. И номер три, это когда там не только волнистость, но еще одна из ветвей этой формы кривой, которой датчик регистрирует, уходит куда-то в бесконечность, показывая, что воздействие огромной энергии на нее происходит. Так вот, датчики все, без исключения, регистрируют все вот эти три типа сигналов. Так устроена современная физика, так устроены современные датчики. И если вы будете это делать в комнате, в которой разряды происходят, то вы увидите одни показания. А с этим же датчиком вы пойдете и уедете на километр в сторону. Показания по нейтронам будут совершенно другие. Нейтроны одни и те же, датчики другие. Вот в чем причина. Среда другая. Среда, лучше сказать, среда другая. Напоминает этот смешной принцип квантовой запутанности, когда за 100 миллионов лет от нас два электрона или два фотона будут одновременно менять свой спин. То есть, вот эта глупость, конечно, значит… Нет, 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 это к этой аналогии никакого отношения не имеет. Еще раз подчеркиваю, что датчики регистрируют три типа сигналов. Один из которых является настоящим нейтроном, а два типа сигналов не являются нейтронами. Но они их тоже регистрируют, потому что так устроены алгоритмы датчиков. И вот эти второй и третий тип, они занимают какой-то процент в результирующем отчете этого датчика. И если вы измените вот ту составляющую, которая эту часть отчета составляет, вы как-то поменяете, то у вас и показания датчика изменятся. Вы будете думать, что вы нейтронов меньше сделали. Датчик стал работать по-другому. Вот и все. Вот в чем причина. Ну, я не думаю, что нейтрон так долго будет бегать на полтора километра в воздушной среде. Я только что говорил, что нейтроны идут из космоса постоянно. Нейтроны? Нейтроны вы на полтора километра, вы другой нейтрон там регистрируете. Совсем другой. Вопрос идет о том, сколько вы там нейтронов там зарегистрируете, а сколько здесь. Здесь идет речь о фоне. Фон – постоянный фон. А когда вы включаете установку, у вас происходят изменения. Изменения. А изменения происходят из-за того, что датчик по-другому начинает работать. Хотелось бы понять, как он связан с разрядом, с газом. Пока я не вижу. Вот смотрите. Давайте встанем. Давайте, извините, друзья, что там еще есть люди, которые хотят задать вопросы. Но вопрос Геннадия очень важен. Я вижу, что он так и не хочет понять, не может почему-то перескочить через какую-то ступеньку. Все-таки вот еще раз сосредоточимся на этом вопросе. Значит, смотрите. Мы меряем в двух точках. Вот здесь и через полтора километра в чистом поле. Показания будут разные. Вот здесь мы разряды проводили. Проводили. Сейчас нет никакого разрядов. А там разряды не проводились. Они где-то там полтора километра от этой точки. В стороне, в поле в чистом. Нейтроны, которые мы зарегистрируем здесь. Фоновые нейтроны. Из космоса пришедшие. И нейтроны, которые мы зарегистрируем в чистом поле, фоновые нейтроны, которые свалились откуда-то или стенки при распаде этого самого радона, родились. Они, эти нейтроны, будут зарегистрированы по-разному. Потому что среда какая-то, которая формируется вот в лаборатории у нас и в чистом поле. Эти две среды разные. И датчик этого не различает. Он думает, что он в одной и той же среде. Физика современная не имеет таких знаний, таких данных. Она это игнорирует. Вот в чем все дело. В эфире, что вот эта среда, в которой мы живем, она будет и в поле за полтора километра, и в вашей лаборатории. Вот вопрос, наверное, в том, что из себя представляет эта среда эфир. Да, вот сейчас вы говорите правильно. Она и здесь есть, и в чистом поле. Интересно то, что в чистом поле эта среда более плотная. И я даже утверждаю, я даже утверждаю, это не есть цель нашего сегодняшнего доклада, но я утверждаю, потому что мы различные еще эксперименты ведем. Это живительная среда в некоторой своей части. Она живительная. Мы без нее бы не жили вообще. С вами полностью согласен. А вот именно она в чистом поле, та среда, которая, она нам и дает силы для жизни. А здесь разряд ее убивает полностью. Почему он убивает, я немножко говорил, недопоняли. Я просто утверждаю, что электромагнитное излучение и свет в том числе, вот, оно сдувает эту среду, как дым, в сторону куда-то, неизвестно куда, сдувает ее, эту среду. И обедняет комнату от этой среды. Поэтому наш датчик показывает меньшее количество сигналов, потому что он, кроме нейтронов, показывает еще наличие этой среды, сигналы, пришедшие от этой среды. Сейчас, по-моему, поясняю. Геннадий, спасибо, если нет вопросов. У меня еще один вопрос. Тут любимый ученик Альберта Эйнштейна очень на меня обиделся. Можно я ему задам пару вопросов? Нет, 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 это вот эти споры, вот эти споры, ну, если будет время в конце, у нас, Геннадий, у нас будет круглый стол через две недели, вот там поспорите вдоволь, так, вдоволь. Это маленькие-маленькие два вопроса. Нет, нет, я опытный человек, я знаю. Маленький вопрос. Если я ответил, я больше не буду обижать Альберта. Геннадий, все, давайте не тратим время. Спасибо вам за очень правильный вопрос. Александр Косарев вопрос задает. Геннадий Николаевич, вы бездомыслов подвели под темный водород. Темный водород у нас это вещество, да? Это, да, барионное в первую очередь вещество. Да, вещество. Так вот оно, как вы говорите, вот в окружающей среде находится. Из комнаты его выдуло. Да. Вот возникает вопрос. Значит, у нас из комнаты, так тогда получается, это не за счет, вот за полтора километра у вас повысилось. Вот показания вот этой материи не за счет того, что выдалось из комнаты? Да нет, конечно, она там своя существует. Чтобы это здесь просто куда-то в сторону, в соседнюю комнату выдуло или на улицу рядом тут. Спасибо, понял. Второй вопрос. Вот мы заявили, что у Климова около его экспериментальной установки нейтроны зашкаливали, ну, по какому-то прибору, да? Да. А вот когда он на РКХТ 26 конференции выступал, то он показывал, что около его установки двумя типами приборов, разными типами приборов регистрировались нейтроны. А с помощью масс-спектрометра регистрировалось, что кислород превращался в автор. То есть это чисто нейтронная реакция. То есть получается, три прибора указывали на нейтронный характер, хотя он, конечно, этого не произносит. Вот я хотел бы узнать, вот новый прибор, который зашкаливает, он другого типа, чем те два были? Я не знаю, как он устроен. Это прибор компании Аспект из Дубни. На основе СНМ-18, такого же датчика нейтронов, как и применяли мы в экспериментах. Вот. И я просто могу сказать, что вот наш вывод такой. Ну, он не относится к нашему эксперименту, но мы как бы, он, вот этот эксперимент Климова, когда он свой этот ящик поднес, по сути дела, там уже закончились все разряды, поднес его к ведру с водой после разрядов, которая осталась. И там этот датчик показал там в тысячи раз превышение фона. Так вот, вот это послужило толчком вот к той работе, которую мы проводим. И вот я сейчас думаю, я думаю, это мой домысел, я думаю. Извините, извините, я отвечу. Тигран, я не могу сейчас говорить, извините, пожалуйста. Я перезвоню чуть позже. Значит, извините, позвонили. Вот, я думаю, что в этом эксперименте у Климова, вот, который был 12 апреля, о котором я говорил, не когда-то там, когда была 26 конференция, а вот это было месяц назад, по сути дела. Там в ходе разрядов, которые у Климова, они очень высокоэнергетичные, там огромные токи протекают, вот, огромные токи. Напряжение получить большие вообще невозможно, а вот токи можно создать огромные. У Климова 3 киловатта. У меня всего 30 ватт, а у него 3 киловатта. У него, видите, в 100 раз больше. Так вот, у Климова создано огромное количество этого самого темного водорода, который и регистрируется, собственно, вот, он не только сдувается, но он и генерируется вот этими разрядами. Он сгенерировался, слили в банку, он прилипает к этому кислороду в первую очередь, потому что это магнитоактивное вещество, кислород. И вот это, видимо, видит этот вот аспектовский, этот датчик на основе СНМ-18. Можно я по климам, что вы эксперименты? Я хотел к вам обратиться, извините секундочку. Потому что получается, что неужто мы не можем с стопроцентной какой-то четкостью зарегистрировать нейтроны? Вот Пархомов Александр Георгиевич говорил, когда он с Бажутовым производил замеры, что есть такие методы, которые стопроцентно указывают на нейтроны. Александр, Александр, отвечаю. Слава Богу, что приборы, которыми мы пользуемся, они стопроцентно не отсеивают все сигналы, которые не нейтроны. Не совсем гладенькие сигналы не отсеивают. Слава Богу, почему? Потому что именно это обстоятельство позволило провести вот этот вебинар, который мы сейчас проводим. Именно это обстоятельство позволило нам здесь сделать вывод о том, что кроме нейтронов в датчике что-то еще залетает, и это есть вокруг нас. И его становится мало в комнатах, где разряды происходили. Хотя разряд сам его генерирует, но разряд же его и сдувает своим электромагнитным сигналом. И оно в обычных комнатах, где-то удаленных, в обычных, его там много какого-то вещества, которые датчики нейтроны воспринимают как нейтроны, но они нейтронами не являются. Слава Богу. Но вы правы. Желательно зерна от плевел уметь отделять. В принципе, это делается вот каким образом. На основе вот таких датчиков, которые просто стрелочка там показывается, есть нейтроны, сколько-то там нейтронов в секунду, так сделать невозможно. Это нужно вывести на экран компьютера с помощью осциллографа сигнал с этого датчика и самому человеку посмотреть, потому что компьютерная программа все равно будет ошибаться. Это компьютерная программа делает, отсеивает одни сигналы от других мгновенно. Человек, только разглядывая сигнал, человек пока еще умнее компьютера. Вот я не знаю, ответил на ваш вопрос. Спасибо. Больше нет вопросов, Александр? Нет, спасибо. Спасибо. Боб, your question, please, put, you know, my ordinary remark that please put your question very clearly, because my understanding of English is very, very poor now. Maybe because of I'm, I'm old man, I can't to understand well you. Sorry, sorry, sorry very much, but, but can't. Very, very clear, very shortly. Thank you. Put your question, please. Switch on, please. Turn on your, your microphone, please. Thank you very much for an excellent presentation. Thank you. And I think it's very important that we get to the bottom of this type of radiation. So my first question is to you, Valery. Why do you think it needs to be small if the particle was electrically neutral in order to penetrate the detector? Значит, ну вот, я буду отвечать, Bob, I will answer in Russia for understanding of our auditorium, I know that you can understand me. Значит, я буду по-русски отвечать. Значит, смотрите, смотри, Bob, дело в том, что вот я просто знаю, что проникновение, проникновение через, скажем, во-первых, там два обстоятельства. Это частица, на мой взгляд, на мой взгляд, эта частица должна быть электронейтральной, потому что неэлектронейтральные частицы, такие как протон и электрон, через вещество практически не проникают. Они могут его разрушить, расплавить, но проникнуть они не могут. Поэтому они очень быстро отдают энергию. Эта самая длина пробега у заряженных частиц через вещество чрезвычайно мала. Поэтому это вещество должно быть электронейтральной. Почему оно должно быть маленьким? Потому что если электронейтральное вещество, а электронейтральных веществ огромное количество, мы знаем, любой атом является электронейтральным. Обычный Боровский атом является электронейтральным, в котором количество протонов в ядре и количество электронов на оболочке совпадают друг с другом, и они являются электронейтральными. Так вот, атомы через оболочки не проникают. Почему? Потому что они имеют размер примерно, а иногда и даже больше, чем шаг решетки этого, например, металла. Только вот маленький гелий, он поменьше чуть-чуть, он там как-то немножко проникает, и то во многих случаях застревает. Вот, поэтому это вещество должно быть маленьким. Но это вещество, оно в ходе, ну, вот образования вот этого неизвестного, как я, вы знаете, что я странный термин, strange radiation я не использую, вот, странного, неизвестного излучения. Они образуют и большие структуры, присоединяя к себе с помощью магнитного взаимодействия, это моя точка зрения, огромное количество разнообразных окружающих атомов. В первую очередь в наших экспериментах, которые проводятся в атмосфере, они присоединяют к себе в первую очередь кислород, который имеет хороший магнитный момент. А эта частица имеет тоже хороший магнитный момент. Но подчеркиваю, что у Шишкина, у него немножко другая точка зрения, но это моя точка зрения. Не знаю, ответил я на твой. Your next question, please. So, since you mentioned one of my questions, I agree that oxygen is important for aggregating these particles. So, let's put that to one side. So, related to my first question, Matsumoto observed the same phantom signals and published this in 1995, but he determined them not to be real neutrons or gamma in underwater spark discharges, which is a similar scenario to where you are with your presentation that you did today. Matsumoto, in which year? In 1995, and again, here it is published in 1996 on the book that you can download for free. Bob, I know that your information is very important for our auditorium, and if you can send me on my email the copy of this paper, I will distribute it tonight with a video record of our webinar, if it can be. Oh, okay, yeah, I can get the specific paper for you. The point is, is that in the same experiment, he observed, as he says here, the traces suggest that some particles walked around the surface. He says there was a ring product that left rail-like traces. So, he observed what we are observing in 1995, and he also, this was traveling... So, his particles were going through a range of different materials, and so it must have been electrically neutral to do that. And it was carrying matter, it would seem, at the same time. So, the evidence that we've observed, and this has observed, is that you can get a magnetic but electrically neutral particle that is able to pass through into different devices. Bob, Bob, you should understand that today we don't speak about action of this media, of this particle on the bore, on the normal atom to produce transmutation. We speak only about possibility to registrate, to understand, is it, is this particle here in our room, or it isn't in our room. This is, this, we speak about possibility to, to re-registrate this particle. One of the, one of the, one of the new methods of registration, and this method based on, on typical, typical detector used for neutron detection, and for electron, for photon, for, for x-ray detection. So, so, this is only, this is only reason of our, 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 our today presentation. And that's why I mentioned this paper, because he was using cesium iodide detectors, and they gave false reading, and he specifically says that it's due to, it says the radiation detector was neither gamma rays nor x-rays, the signals were generated by electromagnetic waves, picked up by the electrical circuit. Sorry, sorry. It wasn't because of gamma or x-rays, it's because the control circuitry of the scintillator was picking up electromagnetic waves from the structures. Да, я опять по-русски буду. Да, конечно, это электромагнитные волны, но я объяснил, что эти электромагнитные волны не генерируются там где-то, они генерируются этим, I understand, I answer in Russian for understanding of our auditorium, I believe you understand me. Эти электромагнитные сигналы, которые мы с помощью натрий-йод-детектора регистрируем, они получаются, на мой взгляд, в результате того, что внутрь детектора, внутрь, внутрь, именно внутрь фотовольтаик-малтиплайер попадает именно это вещество, потому что там оболочка чрезвычайно у этого умножителя, фотоумножителя, оболочка очень толстая, я считаю, что туда попадает это вещество, оно, пролетая мимо динодов фотоумножителя, создает на них электрическое поле, которое мы воспринимаем как сигнал о том, что там какая-то электронная лавина двигается. Вот идея. Там никакой цепи нет, там цепь обычная, вот эта электрическая цепь, обычная электрическая цепь этого фотоумножителя. И к нему подключен вот этот АЦП, аналогоцифровой преобразователь. Продолжение следует... Thank you, Bob, for your questions, for your comments. Андрош Ковач, пожалуйста, ваш вопрос, Андрош, я знаю, что ты можешь по-русски задать. Пожалуйста, по-русски. Хорошо, попробую по-русски. Я хочу спросить, в этом процессе номер два, то, что колебательный сигнал, это можете объяснить еще раз, что это, что такое, как это является, я не совсем понял, что это, какой сигнал, какая частица, что это такое. Спасибо, это действительно важный вопрос. Честно говоря, вот честно говоря, у меня нет завершенной модели, ведь я всего один слайд на эту тему пока показал о том, как, на мой взгляд, эти процессы могут быть объяснены в самом конце предпоследний слайд моей презентации. Поэтому я не могу абсолютно точно сейчас сказать, каким образом в фотоумножителе рождается такой сигнал. Я обращаю внимание, вот я могу его еще раз показать. Я могу его еще раз показать, этот сигнал. Вот, сейчас виден мой экран? Да, экран виден. Вот я сейчас покажу, я сейчас пролистаю туда, к этой зоне. Вот, вот это сигнал типа нейтрон. Видите, подходит, вот где мой курсор, зеленая линия горизонтальная слева. Вот, она подходит гладенько, все-таки немного колебнется, но гладко подходит. Потом очень красивый. Вот здесь, собственно, возник, вот здесь произошел запуск на этом самом, по сути дела, на осциллографе. Произошел запуск для записи сигнала. И вот такой красивый гладенький сигнал. Это настоящий нейтрон. Но вот, вот то, о чем ты спрашиваешь. Смотрите, подход, очень такой вот, очень такой дребезг мы это называем. Такие осцилляции. Потом такой острый, острый подъем и острый спад. И такие тоже осцилляции на спаде. Я думаю, что это как-то связано с ударом вот этой частицы, о, денот. Но это нужно отдельно изучать. Поэтому точно на твой вопрос ответить не могу. Потому что тогда я то, что не понял, что в фоне самом есть такой процесс? Или это в фоне нет такого процесса? Нет, нет, он есть. У тебя там что, ветер какой-то дует? У нас в фоне есть все три. Мы измеряем фон. И все три типа процессов там есть. Все три типа шейпов. Все три типа вот этих вот структур мы видим. И вот эту. И вот эту. И вот эту. Нет, я имею в виду, что без сигнала неутрона. Если только сам фон смотреть несколько часов без сигнала неутрона, там такое колебание видно или не видно? Вот опять я чувствую, что не совсем до конца понято. Вот смотри, Андрич, ведь ты даже, ты конкретно видел вот эту теремину. Там встроена внутри компьютерная программа, которая анализирует изображение. Вообще анализ, вот эта наука про анализ изображений в научном плане, не для того, чтобы отличить самолет там российский от самолета там американского. Она там тоже развивается. А именно для того, чтобы отличать, визуально быстро отличать один тип кривой от другой типа кривой. Эта наука сейчас семимильными шагами развивается. И, конечно, довольно быстро, я уверен, будут созданы датчики, которые будут очень четко отслеживать только гладкие кривые. Но текущие датчики, которые сейчас работают, они вот это не отсеивают. Они это причисляют к измеряемым, засчитывают вот такие сигналы, засчитывают. И это очень хорошо, потому что это позволяет нам разрабатывать счетчики вот этого неизвестного излучения. Вот так можно сказать. Хорошо, понятно, понятно, спасибо. Да, я потому спросил вопрос, потому что я гамма-излучение регистрировал перед и после экспериментов лампой высоконапряженной, о которой в прошлом семинаре говорили. И я какое-то колебание там видел в гамма-сигнале, но потом с Пархомовым подумали, что это, наверное, у меня измеритель, детектор плохо сработал после. Нет, 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 вот в этом все дело, Андрей. Я этими измерениями занимаюсь уже пять лет. И чего только я не делал, и как только мы не пытались избавиться от вот этого дребезга и от вот этого. Это есть нормальная жизнь, нормальная наша жизнь. И вот то, что это нормальная наша жизнь, следует хотя бы из того, что в лаборатории это сигналы одного типа, а уедешь, вот я в квартиру свою переезжаю, и там сигналов таких гораздо больше, гораздо больше, примерно на 10-20 процентов, в среднем на 15 процентов больше. То есть в лаборатории этого вещества, его сдуло куда-то, его тут мало. Вот в чем все дело. Вот, Андрей, спасибо за вопрос. Хорошо, спасибо. Я убираю, как вот теперь мне тут вот ее убрать? Вот, а вот принять, тут мне надо, вот остановил. Я надеюсь, вот сейчас я убрал. Вот, ну, друзья, значит, Савельков уходил и пришел. Так, теперь Егоров задает вопрос. Егоров, Евгений, пожалуйста. Спасибо. Вот, Валерий Николаевич, вы не считаете, что уместно вот эти сигналы называть нейтроноподобными и гаммоподобными? Потому что все-таки это, ну, как-то они слишком отличаются. Нет, нет, они и те, и другие, Евгений, они и те, и другие и в СНМе, и в Натри-Йоде. Потому что природа одна и та же. И СНМ, это только кажется, что это разные датчики. А на самом деле и СНМ, и этот самый, и Натри-Йоде. Датчики сигнал выдают. Там понятно, что можно это списать на программное обеспечение. Вот. Но они все-таки разные. И вот в развитии этого хотелось бы спросить. Вот, Валерий Николаевич, вы ведь прекрасно понимаете, что, так сказать, антропогенный фактор, он постоянно присутствует. И особенно в 19 часов приходят все с работы и начинают щелкать выключателями, вставлять, так сказать, вилки в розетки. И в этих процессах всегда генерируется огромное количество маленьких, но разрядов. Как раз вот линейных разрядов вашего типа. Это верно. И в этих разрядах идет, так сказать, трансмутация элементов, идет на уровне единичных, так сказать, атомов, десятков атомов. Но это идет. Евгений, сейчас вопрос задайте. Отсечь вот этот вот антропогенный, обзовем его, фактор. Ну, там, на фоне природного, я могу сказать, что вот 17-го числа, да, когда вы говорите, делали эксперименты, дошло падение, так сказать, веса, по крайней мере, так сказать, с 81, да, до 53 десятитысячных. То есть, фон менялся. Я это допускаю. Отделите вот этот вот антропогенный фактор от вот этого природного. Я допускаю, что огромное количество факторов будет влиять на вот этот процесс. Но самое главное, мы обращаем внимание на то, что у нас теперь есть еще один метод измерения, я думаю, что это неизвестного, элементов неизвестного излучения. Вот о чем мы сейчас говорим. Потому что мы его измеряем не с помощью каких-то там, черт его знает, что-то там нужно на уши вставать и как-то, а с помощью обычных приборов, которые в обычных лабораториях по всему миру, это самое, они используются. Осталось распространены, да, и неизвестительным является то, что в лабораторию Климова вы видите явное, так сказать, превосходство, это качественный ведь эксперимент. И там вы видите. Да, да, там в десятки тысяч раз. Если бы это были нейтроны, если бы это были нейтроны, когда я Климу сказал, прекращайте эксперименты, мы сейчас мышей привезем. Мы привезли мышей, но стало ясно, что, видимо, мыши не подохнут. У нас был и другой тест. Слава Богу, Википтор. Ну, там, да, у нас там сложный эксперимент, мы о нем еще расскажем. Так, Евгений, больше нет вопросов? Спасибо, да. Спасибо. Дима Голованов, пожалуйста. Здравствуйте, я хотел бы спросить про Филимоненко Ивана Степановича. Как-то перекликается с вашей работой? Ну, вот, я не знаю. Мы просто говорим о том, что до разряда и после разряда показания фоновых измерений отличаются. И всегда в одну сторону. Вот он тоже очень носился с этим вопросом, что он умеет ослаблять каким-то образом радиационный фон. А, ну, вот я, спасибо за вопрос. Вот я могу вот как прокомментировать, что есть огромное количество ученых, огромное количество, некоторых из них мы все знаем, но я их не буду называть, которые говорят нам о том, что они умеют снижать радиационные, какие-то там отходы перерабатывать радиационные с помощью своих технологий. Так вот, я думаю, что одним из основных процессов, которые они запускают, они умеют изменять количество вещества, вот о котором я говорю, около своих датчиков. В результате у них складывается впечатление, что у них падает активность излучателей, но это, ну, радиационных каких-то материалов. Но это, возможно, не так. Это один из основных выводов, что если датчик работает в условиях вот таких рядом со сверхедемичными устройствами, обычный нейтронный и обычный фотонный рентгеновский датчик, то его надо отдельно калибровать, отдельно исследовать, отдельно какую-то формулку свою для него писать. Брать общие рекомендации нельзя. Есть еще вопросик. Вот люди, которые занимались, ну, игрались с высоковольтными генераторами, они говорят, что возникает такое ощущение, что комната наполняется чем-то. То есть они говорят, что вот электричество наполняется вся комната. Я могу сказать, извини, что тебя перебиваю, я могу сказать так, что вот разряд не только выдувает, потому что он излучает, выдувает, но он еще и генерирует эти частицы. То есть тут такая вот двоякая роль разряда. И какая из них больше, это от разряда зависит. Какая из них больше, какая из них меньше. Одни разряды будут генерировать больше этого вещества, но меньше выдувать его из комнаты. А вторые, наоборот, это зависит от яркости разряда, я бы так сказал. Так вот, когда мы работаем, мы один, максимум два раза в день включаем разряд. И то не каждый день. Потому что мы просто уже физически, я лично физически чувствую, разряд включил, после этого что-то не то с организмом. Спасибо, спасибо. Хочется еще поднять тему. Вот локальные некие полевые образования, то есть некие частицы макро-полевые, геометрия, скажем, этих частиц. Кто-нибудь еще занимается этим? Дим, сегодня... Я об этом говорил. Сегодня это не совсем наша тема. Ну, я понимаю. Она интересная, но не совсем наша. Ну, ты прав. Все тогда, спасибо. Тема интересная. Спасибо Дмитрию. Сергей Цветков, пожалуйста, ваш вопрос. Сергей, включите. Да, включаем. Валерий Николаевич, тут Шишкина и Владислава Черепанова. Включите микрофон. Что там? Ну, я сейчас выключу. Да, я выключу, не волнуйтесь, они вам мешать не будут. Я выключу. У меня следующие вопросы. Значит, вот этот вот кристалл натрий-йод, какие у него размеры? У нас вообще-то два, но вот последний, который был, это примерно 30 миллиметров. Это, ну, так вот, грубо говоря... Диаметр? Диаметр 30 миллиметров, да. Ну, они в основном делаются так, что у них диаметр равен высоте этого цилиндра. Да, совершенно верно. У нас есть еще один кристалл, он имеет 50 миллиметров. Но вот в данном случае, вот в эксперименте вчера, который я вам сегодня показывал, мы делали с 30 миллиметровым. Но на 50 миллиметров такие же результаты, но в другие дни они были получены. Ну, я понял. Дальше вопрос. Сколько датчиков CNM18 использовали? Всего один. У нас их два. Один мы отдали нашему одному другу, который вы знаете, но не буду его называть, чтобы тайны его экспериментов не выдавать. А один вот использовали в этом эксперименте. Насколько я понимаю, они там миллиметров 40, да, диаметром? Да, это примерно... И высотой сантиметров 30, да? Сантиметров 30 длиной, да, эта трубочка. И миллиметров 40 диаметром, это верно. Так, следующий вопрос, значит, вот как они были ориентированы? И вот этот вот Натрий-Йод и CNM18 по отношению к разряднику. Они были всегда ориентированы... Ну, вот, значит, смотрите, вот очень важно то, что разрядник-то уже не работал. Вы это понимаете? Нет, я понимаю, мне просто вот, ну, когда он работал, когда не работал... Он, 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 мы его, мы включали, снимали фон, когда еще разрядник не был включен, а предыдущий раз разрядник был включен за трое суток до этого. Поэтому, но они относительно, вот, в географическом плане, я их стараюсь направлять все время с запада, так, грубо говоря, с запада на восток. Вот, стараюсь вот... То есть, вы не ориентировали Натрий-Йод прямо на разрядник, да, вот этим широким... А он, он у меня не широкий, он, наоборот, узкий, он у меня уже, чем фэл. Вот, ну, нет, не ориентировал, специально не ориентировал, тем более, что он у меня, в общем-то, еще раз я говорю, это через, там, к разряднику я его поднес, там, через 10 минут после того, как разряд был выключен. Ну, то есть, и боковые, вот этот вот... Ну, там нет, там уже... Мы все время ждем, что разрядник какую-то частицу рождает, который вот летит, и там у нас залетает. А мы сегодня говорим о том, о тех частицах, которые родились и живут потом тут. Долгое время, после разрядника. Я не знаю, говорить о влиянии разряда на показания датчика и не ориентировать его на этот разрядник, ну, как-то... Он ориентирован был, на самом деле, вот этим, на разряд, вот в точке номер один был ориентирован на разряд, до разряда и после разряда. В точке номер один там понятно, там близко, а вот в этих точках 3 и 4, вот там, по-моему, вы... Там не ориентированно, там ориентированно... Вы там не ориентировали, вы на запад, на восток, да? Только запад-восток, вот в этом плане, да. Ладно. Ну, это спасибо, мы будем об этом думать, может быть, это как-то повлияет, но это маловероятно, потому что другие эксперименты, вот с регистрацией этих неизвестного излучения с помощью CD-дисков, они показывают, что эти неизвестные частицы со всех сторон летят, понимаете? Они связаны с разрядами, но они не из разряда летят, вот в чем дело. Нет, это понятно, что вы меряете фон как космического излучения, так и земного и всего прочего, то есть вы окружающий фон меряете, пытаетесь на этом фоне какие-то влияния разряда зафиксировать. Вот, молодец, вы правильно сформулировали, вы вот человек крамотный. Ну да, и поэтому следующий у меня вопрос, вы все-таки определите эффективность регистрации от источника разряда как датчиком НАТРИО, так и СНМС, потому что по расположению, по этому самому направлению на источник, да, и надо считать сферу 4П в геометрии и, соответственно, расстояние, то есть для каждого расстояния у вас эффективность регистрации будет очень-очень сильно отличаться. Вот такой момент. И последнее, значит, не пробовали вокруг разрядника поставить сетку Фарадеи, посмотреть, когда она заземлена, какие результаты, и не заземлена? Нет, не пробовали, но я чувствую, что вот в этой лаборатории эти вот такого сорта эксперименты, они бессмысленны немножко, потому что уже многие годы мы тут, и мы уже знаем, вот Шишкин он молчит, я в основном говорю, вот мы знаем, что вот это вещество, оно прилипает к поверхностям, тут все облеплено этим веществом, понимаете, вот поэтому… Нет, ну, знаете, есть простая вещь, тот же самый СНМ-18, это газоразрядный счетчик, и если вы какой-то разряд делаете недалеко, то вот там вот, если между хорошего изолятора, между внутренним катодом и внешним катодом нету, то у вас очень будет влиять на измерение. Еще раз подчеркиваю, СНМ-18 я включаю через 30 минут после того, как разряд выключен, и никакого напряжения не подает. Еще раз это подчеркиваю. Ладно, и последний вопросик вот по поводу уронила и по поводу источника америции, да? Вы после калибровки их защитные какие-то штуки не удаляли, то есть они у вас так и были, ну, только за железной дверкой, я понял, сейфа, да? Ну, они в сейфе, во-первых, они там в этой самой, в такой, в коробке металлической, и в сейфе металлическом, и в комнате, которая метров на 12 в стороне от этих измерений, да? Ну, то есть не в свинцовом домике, как положено, да? Нет, не в свинцовом домике, нет. Ну, вот они могут вообще, говоря, наведенную активность у вас на стенках, на материалах этой лаборатории наводить, я так думаю. Это настолько, Сергей, это настолько маломощные источники, ну, какая там... Не, 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 не. В принципе, мы попробуем это учесть. И последний вопрос. У Америцы нейтроны, они рождаются там вот... А это там альфа, и он в Бериллии рождается. Нет, в Бериллии, какой энергии они рождаются? Не помните? Нейтроны. Саша, этот самый, Шишкин, напомни, пожалуйста, какой там у Бериллии это самое. Я вот знаю, Плутоний Бериллиевый, они там... Около 5,3 линии, около 5,5 МФ. 5,3 где-то, да? 5,4, 5,44, 5,48, 5,38. Понял, спасибо. Наведенной активности источники не создают. Тем более, какие слаботочные. Саш, спасибо. Спорить не буду. У меня все. Спасибо. Спасибо, Сергей. Вот, значит, Тарасенко, вопрос, Геннадий, пожалуйста. У меня вопрос к Шишкину. Хотел задать такой, чтобы он там гели-3, гели-4 что-то... Он генерирует вот этот разряд, вот эти гели-3, гели-4? Вот он что-то говорил. Я говорил о другом. О том, что при разряде по той теории, которую Куролес и Дубовик проповедуют, рождаются оболочки. Эти оболочки уже не эфир. Эти оболочки еще не материя. А вот когда они распаковываются, подчастично или полностью рождаются, материя в виде электронов, протонов, в том числе и гелий может рождаться, но значительно меньше, чем протонов. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Абверт Павлович. Геннадий, еще есть вопрос? Потом, потом я скажу. Нет, нет вопросов. Так, ну и вот, Александр Павлович, пожалуйста, Никитин, ваш вопрос. Валерий Николаевич, вопрос, ну, может быть, он родится в ходе вот этой диспозиции, что ли. Да, имеем ваш разряд, который что-то излучает, что-то там появляется. Ну, я предполагаю, что нейтрино излучает. Если не придумывает новые сущности, непонятное излучение – это всегда нейтрино. С другой стороны, у вас есть датчики, которые фиксируют нейтронное излучение. И надо логично допустить, что нейтрино, которое рождается при вашем разряде, проходит через все стенки и так далее, и каким-то образом влияет на нейтронное излучение, которое регистрируют датчики. Грубо говоря, превращает нейтроны во что-то другое. Ну, скажем, протон, еще на позитрон и так далее. Вот таким образом, может быть, уменьшается нейтронное излучение, которое регистрируют ваши датчики. Вот я бы так вот экспромтом такую версию должен ответить. Александр Павлович, Саш, подожди, дай я вот отвечу, а потом ты, извини. Александр Павлович, вы молодец, вы не экспромтом много интересных вопросов задаете, только вы немножко иногда берите ручку, бумажку и считайте. Я вас к этому, как вы знаете, призывал. Вы знаете, какова скорость нейтрино? Ну, примерно хотя бы, назовите ее. Нет. Я вопрос задал, вы знаете или нет? Нет, знаю, оно больше скорости света. Ну, это некоторые так думают, но даже при температурах очень низких нейтрино имеют скорость, практически равную скорости света. Раслушайте меня до конца, я отвечаю на ваш вопрос. Так вот, смотрите, нейтрино, которые, как вы думаете, рождаются в разрядах, они там, конечно, рождаются. Они где через 10 минут, на ваш взгляд, будут? Нет, Валерий Николаевич, я в своем вопросе это учу, скорость нейтрино. Но нейтрино, да, со скоростью чуть выше скорости света идет по комнате. Но нейтрон ведь не сразу, это самое, как говорится, превращается в протон и позитрон. Через какое-то время, вот, видимо, это время и играет тут роль. Откуда вы сказали, что нейтрино с большей скоростью света? Это откуда такие данные? Нет, Дима Баранов, подожди. Вот это для ответа на вопрос неважно. Александр Павлович, а какова скорость протона, нейтрона, который залетает нам туда, в эту самую? Да, Валерий Николаевич, у нас сложилось представление, что 8 минут вроде, да, или 800 секунд, 800 секунд протон разваливается. Но, может быть, здесь... Протон, а нейтрон. Вот нейтрон, даже тепловой нейтрон. Какова его скорость? Вот я вопрос вам задаю. В смысле? Механическая скорость. Скорость? Да, скорость, механическая, обычная, обычная механическая скорость. Какова скорость, как вы думаете? А это я не знаю. А я вам сообщу. У него скорость примерно 1000 метров в секунду у теплового нейтрона. Так вот, спрашивается, за 10 минут этот нейтрон, где очутился с этой скоростью? Александр Павлович, давайте как-то немножко укладывать совокупное знание в корзинку, а просто так не генерировать странные... Еще есть вопросы? Валерий Николаевич, а при чем здесь скорость нейтрона? Ну, потому что к нам через 10 минут в этот датчик прилетел нейтрон, который к разряду никакого отношения не имеет. Ну, никакого отношения к разряду не имеет, поймите вы это. Нет, он там находится около датчика, излучается. Он постоянно... А как он может находиться, если я вам только что сказал, что у него скорость 1000 метров в секунду? Ну, дождик идет, следующий подошел. Да, от датчи, а этот сам разряд я выключил 10 минут назад. Что дальше вы хотите сказать? Ну, он, как говорится, на другие нейтроны тоже может повлиять. Он это кто? Нейтрино. Нейтрино, которое 10 минут назад улетело в это самое, к Марсу уже. Как оно повлияет на нейтрон, который вот сейчас сюда пришел? Не придумывайте ерунды. Вот вы меня извините, так? Вы немножко считайте и думайте, о чем вы говорите. Вы знаете, вот я вас сейчас хочу спросить. Вот смотрите. Извини, Валерий. Вы газовой динамикой немножко, наверное, занимались. Наслушайте меня до конца. Вот смотрите. Вот смотрите. Вот вы сидите в комнате. У вас ветер дует там или нет? Ветра, скорее всего, нет. Нет. А вот смотрите. Наслушайте меня до конца. А вот вы знаете, что молекулы воздуха, которые ветра нет, а молекулы воздуха зад-вперед летают, знаете, с какой скоростью? Я вам сообщаю новость для вас. 330 метров в секунду. Вот они летают туда-сюда с этой скоростью. Вот. И поэтому... А ветра никакого нет. Поэтому, когда вы о нейтрин рассуждаете, вы немножко как-то вот все в совокупности воспринимаете. Спасибо. Если больше вопросов нет. Валерий Николаевич, ну, у вас, вы чисто механическое мышление. А я же предлагаю не механическое мышление. Не передвигаются молекулы. Вот. Да. У вас молекулы стоят. Ну, вы измените. Я в таком физическом мире жить не собираюсь. У меня молекулы двигаются. Олег Николаевич, спасибо. Спасибо за вопрос. Вот. Ну, мы немножко подискутировали, как обычно. Друзья, сейчас можно выступить. Вот. Если кто-то хочет выступить, пожалуйста. Я выступил. Цветков. Тот, кто хочет выступить, поднимайте руку. Если кто не умеет поднять руку, включите микрофон. Я тогда увижу, что вы руку поднимать не умеете, а микрофон включать умеете. Ага. Сергей Геннадий Тарасенко научился руку поднимать. Выключи микрофон пока. Я тебе дам выступать попозже. Шишкин, Саша, включил микрофон правильно. Сергей Цветков, пожалуйста, комментарий, Сергей. Валерий Николаевич, недавно вот у Просвирного на сайте я опубликовал интервью свое со Стрелковым. Вы его видели, читали? Нет. И, к сожалению, извините, потому что Стрелкова очень уважаю. Это издубный человек, насколько я понимаю. Да, да, да. Это как раз вот относится. Я разговаривал с ним очень долго. Там как раз по измерению нейтронов мы с ним разговаривали. Сергей, а вы могли бы мне вот эту мне прислать? Я могу там, но уже там она где-то спряталась, это ваше. На сайте вы Просвирного-то? Да. Ну, ладно, пришлю вам. Пришлите мне, пожалуйста. Мнение Стрелкова для нас очень важно. Потому что там такое важное есть замечание и мысль его, что все нейтроны, которые рождаются в ядерных реакторах, они являются быстрыми нейтронами. А газоразрядные счетчики, которыми вы пользуетесь и многие пользуются, они регистрируют тепловые нейтроны. И для того, чтобы зарегистрировать вот эти от источника нейтроны быстрые, которые рождаются в ядерных реакторах, в космосе, в Земле и во всем прочем, надо их замедлить до тепловых, чтобы они уже тепловыми попали. Сергей, я знаю, что вы самые образованные в ядерной физике, но мы тоже это хорошо знаем. У нас есть замедлитель, и мы раньше его применяли, но потом мы поняли, что некоторое количество тепловых нейтронов все равно существует. И мы только о них сегодня говорим, только о них, мы только их и регистрируем. И можем и с помощью замедлителя, он у нас есть, Дима построил замедлитель такой 5-сантиметровый, целый такой куб такой из этого, из парафина. Но в конце концов мы поняли, что есть тепловые нейтроны и без замедлителя. Что-то другое, пожалуйста, нам сообщите новое для нас. Ну, почитайте вот эту статью, там много про нейтроны. Вот это спасибо, это обязательно. Потому что Стрелков – это толковый человек. Вообще, я бы сказал так, что, насколько я вот чувствую, они так помалкивают, я дубнинцев имею в виду. Вот один из дубнинцев, представитель у нас, это Саша Шишкин. Вот они там, по-моему, к нейтрону, они немножко нейтрон считают профанацией. Вот у меня такое впечатление вообще сложилось, честно говоря. Как говорится, имеют право. Ну, они, да, они близко к этому стоят. Извините, перебил вас. Ну, да, лечебные процедуры с помощью нейтронов они используют очень широко. Ну, все, у меня все. Спасибо, мы это знали о том, что нужно медленные нейтроны. Но мы потом обнаружили, что медленных нейтронов и в фоне довольно много. И нам, для того, чтобы увидеть, вы поймите, мы же не нейтроны меряем. Мы меряем какую-то непонятную субстанцию, которая путает измерения нейтронов. Вот нейтроны для нас являются лакмусовой бумажкой, вот если угодно. Так, спасибо Сергею Цветкову. Анатолий Ильич Никитин, пожалуйста. Спасибо за то, что дали слово. Значит, я бы хотел все-таки немножко, так сказать, в общем, цели нашего собрания, действительно, мы тратим каждую неделю, часа три на обсуждение. И поэтому, действительно, хотелось бы, чтобы от этого была какая-то польза. Но, к сожалению, вот наше обсуждение и вообще-то вся работа в области холодного синтеза и странных частиц непонятных как-то русского движения. Вместо того, чтобы двигаться к какой-то намеченной цели, как вообще-то в науке положено, мы, в общем-то, вот, ну, вот, судя, как сегодняшний день, в общем-то, идем широким фронтом и говорим совершенно непонятно о чем. Значит, как обычно, вот, ну, должна развиваться наука, в которой мы, в общем-то, работаем не первый год. Значит, появилось некое явление. Измерили. И дальше возникает предположение о том, что это есть на самом деле. Строится некая модель. И среди выступающих есть авторы двух моделей. Значит, вот темный водород и, скажем, то, что Шишкин Александр Львович предложил со своими, так сказать, с авторами. Это магнито-тороэлектрическое излучение. Это немножко, значит, разные, так сказать, по составу образования. Но они, в принципе, уже, так сказать, это некие материальные частицы, построенные по какому-то определенному принципу. И они имеют некие свойства особенные, которые отличают их от остальных свойств. И поэтому цель любого, так сказать, ну, хотя бы человека, который заинтересован в проверке своей гипотезы, построить прибор, методику, чтобы проверить, что именно эта частица, так сказать, она существует на свете. Или вот, ну, например, возьмем темный водород. Какое его основное свойство? Ну, во-первых, это частицы фемторазмерных величин. Даже если она там потом обросла орбитами протонов, то размер ее не очень увеличивается. Значит, первое свойство – вы ищите частицы таких размеров. Значит, у нее должна быть проникающая способность, другая, еще что-то. Второе – сильное магнитное поле. Значит, это она должна отличать очень сильно от остальных, от протона, электрона и так далее. Поэтому ищите методики прибора, чтобы отбраковывать частицы именно с такими свойствами. Магнеты, которые электрическое излучение. Это некий вихрь из конденсированных нейтрино. Значит, этот вихрь должен, перед тем, как он распаковаться в какую-то линию, по которой бегает буравщик, который смерлит какие-то отверстия, он должен иметь магнитный момент и, наверное, и механический момент. Ищите частицы, стройте методы для поиска таких частиц от браковки остальных. Этого не делается. И вот, скажем, с момента магнитатуры электрического излучения, там работают очень мастистые теоретики, прошло 12 лет. Это уже запатентовано, значит, придумано покрытие, которое защищает от этих неизвестных частиц. Но за эти 12 лет нет никакого продвижения в том, что это такое. Не выстроена цепочка опытов, проверки и так далее. Вспомните, что 100 лет назад, за эти 12 лет, была построена квантовая механика. То, что мы что, хуже всех остальных или у нас методика с тем другая какая-то? Это непонятно. И то же самое касается вот тех экспериментов, которые нам были представлены. Значит, вот я говорю, что есть некие особые свойства частиц, выделяющие их из всех остальных. Вот. Ну, представьте себе такую аналогию, что вам дало, скажем, отмотали там тысячу лет назад 200, надо точно померить расстояние какое-то. А у вас только есть весы или там какой-то, скажем, водяные часы какие-то. У вас прибора для этого нет. И вот с помощью этих весов вы пытаетесь мерить расстояние. То есть, на самом деле, надо и приборы делать, которые должны, так сказать, для этого быть приспособлены. А что мы берем, значит, опять же, 100 лет назад была открыта радиоактивность. Сначала это, значит, были примитивные методики типа фотопленок. Потом появились специальные счетчики. Анатолий Ильич, вот не надо нам про историю физики рассказывать. Вы про сегодняшний. Вы знаете, что я вас не перебивал. Валерий Николаевич, вы словословный тоже. Дайте мне, вы дали мне время. Вы других ограничиваете, когда они говорят? Так что, пожалуйста, будьте, так сказать, вежливы. И в этом отношении я считаю, что и приборы для этого должны быть соответствующие. Тем более, приборы ядерные, они действительно заточены на проверку именно ядерных процессов. Естественно, что они и специализируются в этой области. И применять их, так сказать, бездомно не очень правильно. Ну и последнее замечание, например, это уже просто совет у вас по поводу дребезжания систем счета. Вполне возможно, что проверка того, что вносит дребезжание, это система АЦП или там действительно сам процесс такой происходит. Это можно проверить тем, что вы смоделировали некий сигнал, ну скажем, плавной формы или там дребезжащей. И посмотреть, как у вас он проходит с системой усиления. Потому что, возможно, там резонанс, самовозбуждение. Те, кто знают радиоэлектронику, все это прекрасно знают. Скажем, шунтировать высокочастотное излучение можно просто конденсатором на входе и так далее. То есть такие работы нужны. И потом, действительно, что касается эксперимента, который мог бы дать вклад в теорию и разработку, эксперимент должен быть настоящий. То есть должна быть огромная серия экспериментов. Отсев должен быть, значит, мешающих факторов, статистика и так далее. А когда нам дают для размышления то, что сделал две недели назад в виде единичных опытов. Причем, например, нейтронный счетчик, который в квартире что-то меряет, но это несерьезно. Это может ваш сосед, это может быть что-то другое и так далее. Так что, извините, пожалуйста, все-таки надо четко по-настоящему работать и в теории, и в практике. Спасибо. Да, спасибо, Анатолий Ильич, за такой душ, такой холодный. Я делаю вывод, что Анатолий Ильич ничего не понял из того, что сегодня рассказывалось. Потому что это надо вдуматься, Анатолий Ильич. Вот это мой вам совет. Володь Чижов, пожалуйста. Ну что, результаты достаточно интересные получились, но они какие-то немножко противоречивые. А противоречие в том, мне показалось, что вроде бы мы боимся этого неизвестного странного излучения, а тут получается, что фон вроде бы как уменьшается. Вот это вот, так сказать, с одной стороны это противоречие, а с другой стороны, я думаю, что это именно датчик работает так, что он показывает уменьшение вот этого всей системы. А на самом деле, раз фон изменился, значит, там что-то присутствует. И это странное излучение. И вот мне показалось, Валяр, что не очень можно было дополнить это именно треками работу. Ты прав, конечно, треками, но речь шла, ведь на самом деле у нас есть несколько методов регистрации неизвестного излучения. И я просто вижу, что еще возник, еще один или даже два метода регистрации. Причем они явно указывают на то, чего я, в общем-то, опасался, что вокруг нас этого вещества очень много. Да, получается так. Но оказалось, и это мы тоже подозревали. Мы тоже подозревали. Я, кстати, могу сказать, что, скажем, у Пархомова, у него произошли какие-то радикальные изменения в лаборатории с этими треками. Вот раньше их полно было, теперь чего-то их нет. Но произошло следующее. Он уже, не знаю, с полгода, наверное, перестал заниматься генераторами, а может быть и больше, реакторами одного типа и занимается реакторами совершенно другого типа, которые, возможно, и не порождают вот этих неизвестных частиц. Раньше он пользовался только теми, которые у него были в лаборатории, их там наплодили, они там просто летали взад-вперед, а сейчас их нет. Но это домысел, можно даже его и не развивать. Это просто как… Короче, смысл в том, что это просто мы сегодня рассказали о методе. И этот метод указывает на то, что если вы померили, и у вас нейтроны появились, или наоборот, вы померили, а у вас нет нейтронов, а разрядник тут где-то работает, то надо… Или вот никель-водородный реактор где-то неподалеку работает. К этому надо, к результату измерения рентгеновского и нейтронного фона, надо относиться очень и очень осторожно. Вот все, что мы хотим сказать. Да, понятно. Вот это вот было очень интересно, что датчик показывает уменьшение. А на самом деле мы чувствуем, что… Ты и сам говоришь, что я здоровье даже, так сказать, чувствую, что на здоровье влияет. Поэтому датчик здесь начинает немножко врать в другую сторону. Да, это вполне возможно, вполне возможно, да. У меня все. Спасибо, спасибо Чижову за конструктивный комментарий. Геннадий Тарасенко, пожалуйста. Я занимаюсь как раз воздушными разрядниками в своей схеме, и они работают у меня постоянно. Вы говорили про мышей. Мышей привезли, но хотели сам проверить, но ничего не получилось. У меня мыши сами завелись там, и я начал разряды делать с К-75. Там где-то 1,8 кВт. И я ставил 3 штуки, и там разряд приличный был. Так эти мыши убежали моментально. Я недавно стал большие разрядники на 1000 микрофарад на 6 кВт. Там сильнейшие разряды. И я раньше давно уже подумал, что все-таки на здоровье влияют вот эти, так сказать, разряды. И подальше ухожу, где-то метров 5 ухожу от этих разрядников побольше, подальше, так сказать. И таким образом, вы правильно сказали, что нужно было завести этих мышей и посмотреть, как они будут себя вести. Но только это не сразу получается. Это надо на время оставлять и так далее. А у меня как раз эти мыши завелись. И таким образом, я хочу сказать, что вот эти разрядники и ваши методы, которые вы испытывали и так далее, еще вы подставите гелевые датчики. Гелевые датчики я видел в Саратове. В Саратове мы делали на большой скважине замеры гелия со скважины и гелия с водяной скважины. В скважине гелия не оказалось, а в водяной скважине очень много было. И вот этот гелий как раз он производится. Вот молодец Шишкин сказал, что все-таки там что-то есть и так далее. Но вот эти методы надо испытывать вот этими приборами. И для этого нужны вот эти такие породы, как гелевые датчики и так далее. Ну, если у вас будет какой-нибудь датчик посмотреть, как это все происходит, то пришлите мне, пожалуйста, я тоже проверю. Хорошо? Если будет, да. Но маловероятно, что мы будем с помощью гелевых датчиков, потому что это нужно просто брать в пробу и нести в лабораторию. Потому что гелий – это легко летучий газ. Либо он генерируется, куда-то улетает. В общем, его найти – это не такая простая проблема. Геннадий, спасибо. Спасибо вот за интересную относительно мышей. Я могу сказать вам, что я уже сегодня об этом говорил, что у меня есть ощущение, что разряд разряду рознь. И некоторые разряды рождают вещество, которое плохим является, а некоторые разряды рождают вещество, которое является хорошим. Потому что вот 12 апреля, который еще у нас будет, доклад, это не знаю, может быть, это осенью будет даже, по биологическим экспериментам в лаборатории Климова. Так вот, там мыши лезли на клетку, на прутье цеплялись, чтобы поближе быть к… Там воздух через разряд продувался и потом на клетку. Так вот, они прям, как будто им нравится вот этот воздух. Но это вот мое ощущение. Спасибо, Геннадий, за комментарий. Вот. Так, ну у нас… Саш, ну ты выступишь последним. Я не буду… Никитин, пожалуйста. Александр Павлович. Да, сейчас выключаюсь. Да, все-таки это самое… Ну, в обсуждении тоже хочется поучаствовать. Вот логика, что ли, такая. Ну, во-первых, я некоторым хочу сказать, я в полном здравии и нормальный человек, который прочитал много книжек и так далее. Так что не беспокойтесь. Вот. Все-таки, мне кажется, надо искать причину не на пути поиска новых сущностей, частиц, волн и так далее. Единственное, что сейчас вот физике неизвестно, более-менее в тумане, да, ну не более-менее, а более в тумане – это нейтринное излучение. Все-таки, если не придумывать новые сущности, мне кажется, вот на этом пути возможна разгадка. Скажем, в этом эксперименте, да, например, можно было бы эти датчики, ну, грубо говоря, поднести к реактору. Вот это. И сразу оно отсечет, нейтринное излучение. Ну, я не имею в виду близко к реактору. Ну, на расстоянии, когда нейтрино обнаружили, там, по-моему, 40 метров было. Вот это одно из соображений. И еще, Валерий Николаевич, вы, да, у вас такая самая линия, что при разряде какое-то новое вещество появляется. Ну, извините. Я говорил, Александр Павлович, извините, перебиваю, я говорил о том, что этого вещества вокруг нас полно. Оно и в разряде появляется, но и вокруг нас его полно. Да, ну, это же, ну, как, Валерий Николаевич, ну, это же, как вы сами любите говорить, это домыслы. Как может быть новое вещество? Все вещества известны уже. Не может быть никаких новых веществ. Так что, вот, мне кажется, на пути... Нет, это 100%. Это нейтринное излучение. Но если я скажу нейтринный сток, то вы меня умалишенным сейчас признаете. На самом деле, к этому вашему излучателю или там генератору... У меня нет излучателя, вы не поняли. Извините, но вы не объясните трек... Минуточку, минуточку, да, я закончу. ...который там 5 микрон и до 3 миллиметров нейтринным излучением. Ну, это детектор, это эксперимент. Поэтому я и сказал, Валерий Николаевич, надо было еще и треки сюда добавить. Тогда бы вы не стали говорить о нейтринном. Перейдем к трекам. Ну, ясно, что нейтринно. Это самое, надо искать на этом пути и странное излучение. Ну, я там тоже у меня есть... Поэтому вот система темного водорода, она очень подходит. Это не просто темный водород, а кластер темного водорода. Там энергетика гигаэлектронвольты, сотни гигаэлектронвольт, от 50 до 150. Все те пути, когда что-то новые сущности находили, темный водород или Амера, там, я не знаю, еще что-то, да, куча волн каких-то, торсионных полей. Это все пути, тем не менее, привели к тупику. Это не те пути. Не надо новых сущностей. Все уже известно. Неизвестно только нейтринное излучение осталось. Еще, почему я вот за нейтринное излучение выступаю, да? Можно тебе объяснить треки нейтринным излучением, извините. Нет, нет, минуточку, дайте закончить. Вот его, во-первых, очень много нейтрин. Там мириады, кажется, от Солнца идет, от других источников, да? И оно равно нейтринное количество нейтрина, равно количеству электронов. Ну, электронная нейтринная. И поэтому, видимо, оно связано с электроном. Оно, может быть, подпитывает, ну, грубо говоря, подпитывает электрон. Извините, байкасские, байкасские, байкасские детекторы по нейтринной ловят. Володь, я тебя отключил. Подожди, дай, пусть закончит человек. Чижов там, да, извиняюсь, им отчество ваше не знаю. Ну, мы можем дискуссию в такой грубой форме, ну, вести, скажем, по электронной почте. Что вот там это самое? Вот, во-первых, количество нейтрина от Солнца, от Земли и так далее, от реактора, оно равно количеству электронов. Я вот тоже специально это читал. Видимо, вот основная причина в этих странных излучениях, в этих странных явлениях, где через стенку все проходит, это связано с нейтрино. Это можно легко проверить, поднести к реактору, или же, вот на том совещании, семинаре я предлагал, или же источник нейтрино поднести к этому вашему разряду в данном случае, или к опыту Пархомова. Очень легко сделать, и все будет разращено довольно быстро. Почему-то это никто не делает. Спасибо, Александр Павлович, спасибо, Александр Павлович, за комментарий, но он, к сожалению, показывает, что вы совершенно не поняли, о чем был эксперимент. Вот, да, и Егоров, вот, Егоров, а после этого Шишкин, Саша, ты после этого скажешь. Спасибо, вот я позволю полимеризировать с Никитинами, сначала с Александром Павловичем. Александр Павлович, вот в отличие от вас, я глубоко убежден в том, что мы о природе, окружающей нас, практически ничего не знаем. Более того, вот наши органы чувств совершенно катастрофически вырезают из окружающей нас природы совершенно малую толику. Более того, у нас существуют органы, которыми мы то ли не умеем пользоваться, то ли они, так сказать, заблокированы, то ли мы не успеваем научиться ими пользоваться. К ним относится, вот, например, мозговой песок. Есть такая штучка, которая, так сказать, обладает пьезоэлектрическими свойствами и способна трансформировать вот это вот излучение, которое нас окружает, в электрическую активность, которая для мозга, так сказать, вполне удобоварима. Евгений, включите звук. Я случайно вам выключил звук, потому что я хотел выключить у Никитина. Хорошо. Извините, пожалуйста. Ничего страшного. Вот, ну, вот то, что, короче говоря, мы совершенно не умеем и не знаем природы окружающих нас. Вот, а теперь хотелось бы Анатолию Ильичу Никитину, значит, сказать следующее, что, ну, есть и модели уже, есть и, так сказать, воплощение этих моделей. Ну, к примеру, так сказать, магнетотороэлектрические или бионно-финслеровые торообразные структуры, как я их обзываю, так сказать. То я на своем выступлении предложил конкретные совершенно, так сказать, структуры, которые, так сказать, ну, заточены, скажем, для регистрации вот этих вот торообразных компонент, которые должны нести, так сказать, ну, вот излучение, которое из космоса и, так сказать, пожалуйста. Но мы ведь нищие, поэтому вот и понятно, что Зателепин понимает, что надо бы иметь 10 датчиков, поставить их в точках и постоянно, так сказать, регистрировать. Но у него один датчик и новых купить датчиков он не может, потому что денег нет и финансирования нет. Вот из этого исходить. Но вместе с тем датчики подобные, ну, вернее, способные регистрировать торообразные структуры, они есть в природе. Это вот злаковые растения. У них существует, как и требуется, вот подход бионно-финслеровый, так сказать, два градиента. Градиент вертикальный электрического поля, да, он формируется градиентом электрического поля атмосферы. И второй градиент направленный перпендикулярно стеблю. И вот таким образом те, так сказать, фигуры на полях, которые мы регистрируем, которые мы можем наблюдать и которые чрезвычайно совершенными бывают, это не просто фигуры, это какая-то информация, которую мы, к сожалению, так сказать, понять не можем. И, ну, так сказать, и датчики есть, и все, мозги неправильно работают. И опять возвращаясь к тому, что мы слишком мало знаем о нашей природе. Спасибо большое. Спасибо Евгению Егорову. Значит, вот Игорь Булин хочет, наверное, последний давайте уже, и потом Шишкин будет, да? Ну, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я вот хочу напомнить, что у нас вот есть такой член семинара Евгения Овшаров. Вот, и он когда-то делал доклад у Самсоненко. Значит, по поводу того, что в 90-м каком-то году был создан аппарат, который, значит, мог очень точно мерить количество гомоквантов. Вот, и, в общем, с помощью него проверяли реакцию аннигиляции электрон-позитронных пар. Вот, и они выяснили, что по этому прибору, что, значит, количество гомоквантов, там вылетает один гомоквант на одну реакцию, а не два, как по известной реакции, которая описана в учебнике. Вот, таким образом, скорее всего, никакой такой реакции вроде не идет, а идет, видимо, образование как раз нейтроноподобных, нейтроноподобных каких-то, вот, вот, позитрон-электрон, они, значит, образуют какую-то нейтроноподобную частицу и испускают еще один вот этот гомоквант. Вот, и, может быть, вот, как раз, если попробовать поискать в этом направлении, может, это и будет ответ какой-то вот на то, что наблюдается вот у ваших генераторов или у Климова там. Ну, я, правда, уже говорил об этом, не знаю, может быть, интересно. Ну, можно с Афшаром поговорить, вот. Второе, значит, что хочется сказать, что, ну, мне кажется, очень-очень странно вообще верить в фантасмагорические частицы типа нейтрин. Хотя это кого-то обижает, там, я понимаю, там, занимался долго и так далее, и так далее. Значит, надо просто посмотреть историю этого дела. Значит, его придумали для объяснения, значит, бета-излучения, да, бета-электронов, что якобы там обнаружился какой-то дикий дисбаланс энергии. Вот, однако, значит, вот это 20-30-е годы, мерили его тогда, эту энергию, не мерили, никакую энергию никто не мерил. Мерили скорость этого бета-электрона, потом подставляли просто формулы релятивистские и получали дикий рост энергии там и импульсов и так далее. Вот, мне кажется, что вот лаборатория типа вашей, Валерий, ей попасть в силу взять и перепроверить это все. Надо просто померить реальную энергию с помощью реальных каких-то методов на фотоэмульсиях или там пропорциональных счетчиках. Вот, если выяснится, что дефект никакого бешеного нету во всем этом деле, понимаете, то, мне кажется, можно будет закрыть эту тему, какие-то фантасмагорические частицы, в которых у нас то ли есть, то ли их нету, летят они сквозь любое вещество, любую толщину и пробивают его насквозь, знаете, и прочее, прочее, прочее. Ну, это абсолютная фантастика, фантастика. Такого просто быть не может в природе. Что вы говорите, господи. Валерий, извини, пожалуйста, но есть галевые датчики, по которым определяется взаимодействие нейтрины. А может быть, это можно объяснить совсем по-другому, понимаете? Это из теории было выдвинуто. Нет, даже странно говорить, вы же физика, а не я. Вы же знаете, что одно и то же явление можно сто разными способами набирать. Басканское ущелье. Сто разными способами. Друзья, давайте Игорю дадим договорить. Или вы все, закончили. Галя переходит в кремний. Мышка. Массовекторальным анализом определяется концентрация кремния, который из галя перешел. И определяется взаимодействие этого нейтрина. Да, очень слабое. Но оно и есть в Баксанском ущелье. Такого рода реакции могут идти по миллионам причин. Они ничтожны на огромную массу вещества. Ничтожная одна там реакция на тонны вещества. Ну, понимаете? Очень не серьезно. Это косвенные доказательства. Но не прямые. Никаких прямых доказательств существования нет. Исследования в Баксанском ущелье ничего не доказывают. Не надо нам втаривать. Понимаете? Так тогда зачем? Друзья, друзья, давайте. Дима Баранова. Что тут такое распространяется, я не знаю. Люди просто не в курсе, так сказать, того, что происходит. Мы сегодня, Дима, я согласен с тобой. Подожди. Давайте не будем... Может быть, мне выступить, рассказать. Не надо. Не будем устраивать. Я просто предложил, может быть, если есть такая возможность и желание, Валерию, провести этот эксперимент. Он же несложно. Надо найти просто источник в этой влучине. Померите энергию. Вот и все. Игорь, Игорь, наши эксперименты не направлены на поиск нейтрино. Хотя нам есть что сказать на эту тему. Но они не направлены. Сегодня мы про нейтрино не говорили. Сегодня об этом говорил Александр Павлович Никитин, который в этом, я бы так сказал, очень поверхностно разбирается. Подождите, после вас докладчик выступал, он тоже про нейтрино говорит. Нет, он говорил, ну да, но он говорил, он это называл нейтрино, но если быть более точным, это просто небарионная сущность. Потому что доказательств того, что это нейтрино, у него нет. Я просто это знаю. Он просто так думает. Так теория была построена. Но это небарионная сущность. Вот у нас две модели, барионная и небарионная. Вот так я бы сказал. Но вот сейчас еще на эту тему что-то скажу. Спасибо Игорю Буйлину. Игорь, спасибо. Геннадий, последний вы. Давайте все. А потом Шишкин. Игорь Николаевич, у меня вопрос. Почему вы считаете, что у вас тепловые нейтроны? Я просто так устроен датчик, который… Нужно я отвечу. А, хорошо. Отвечает Шишкин, да. Электроны, быстрые нейтроны, они при поглощении спускают гамма. Вот, может, это гаммовые меры. Это раз. Второе. Ну, тепловые нейтроны, они десятки сантиметров там… У вас же стенки были. В бетоне там десятки сантиметров дальше не идут. Вы где-то в полутора километрах что-то пытаетесь определить. Ну, очень большие сомнения, что туда долетят тепловые нейтроны. Геннадий, ну вы совсем ничего не поняли. Ну, меня извините. Я пытался… Я вам 10 минут объяснял. Ну, вы совсем не захотели уникнуть в эксперимент. Совсем. Можно ответить. Да, Саша. Да, вот у нас два автора хотят выступить. Это Шишкин и Баранов. Шишкин, пожалуйста, Саш, к тебе слово. Ну, я хочу ответить всем. Ну, первое. Я являюсь профессиональным дозиметристом. Работал в этой области почти 20 лет. Поэтому что такое тепловые, быстрые нейтроны, протоны, мезоны, пимезоны, электроны и так далее, я знаю не понаслышке, а потому что я их мерил в объединенном институте ядерных исследований на ускорителях протонов, электронов, мюонов и так далее и тому подобное. Теперь по поводу тепловых нейтронов и быстрых нейтронов. Гелиевый счетчик, который СНН-18, он меряет не только тепловые нейтроны по реакции захвата гелия Н3, теплового нейтрона, с испусканием протона. Протон регистрируется. То есть это косвенный метод. Но он еще регистрирует и быстрые нейтроны. Как это ни странно. Причем быстрых нейтронов, если замедлителя на нем нет, он регистрирует больше, чем тепловых нейтронов. Быстрые нейтроны летят из космоса в основном. А регистрирует он быстрые нейтроны по реакции соударения с гелием Н3. Гелий Н3, ядро гелия Н3, то есть гелий Н3 ионизируется. И таким образом он регистрируется отдельно, с большей энергией. Теперь ответ Анатолию Ильичу Никитину. Первое, значит, по поводу 2012 года, практики и продвижения. Ну, продвижение есть. Я лично создал два типа детектора для регистрации вот этих сущностей. Они работают. И одна у меня постоянно работает уже в течение более чем года. И она регистрирует эту окружающую нас среду, ее поведение, не только из окружающего пространства. Но за последнее время я зарегистрировал всплески после вспышек на Солнце. Второе, почему нет продвижения? Ну, первое, не слышат. Второе, не дают. Я бью тревогу по поводу безопасности персонала в Объединенном Институте Ядерных Исследований. За последние пять лет я написал десяток писем, чтобы администрация института обратила серьезнейшее внимание на обеспечение безопасности людей по тому, как, по тому, как. Но чистая бюрократия, не хотят. Вот, теперь по поводу Владимира Чижова. Да, действительно, детекторы врут. Значит, сентиляционные детекторы занижают показания. Детекторы на основе СНМ-18 в некоторых случаях, когда они стоят около разрядника, они резко завышают показания. А вот на большом расстоянии они тоже начинают занижать показания. Для того, чтобы ответить на эти вопросы правильно, необходимо, вообще-то говоря, проводить серьезные, фундаментальные исследования. Но у нас, к сожалению, таких возможностей нет, потому как мы почти все пенсионеры. Я вот лично провожу эксперименты чисто за свои деньги, а последние пять лет на свою пенсию. Так, Геннадий Тарасенко, биология. Да, биология этих сущностей очень коварна. И, как говорится, биологией надо отдельно заниматься. И мы с Валерием Николаевичем и Дмитрием Сергеевичем и Климовым Анатолием Ивановичем определили эксперименты с биологическими объектами. Вот первый эксперимент мы провели 12 апреля. Второй эксперимент планируется 24 мая. Теперь, значит, Никитин Александр Павлович, нет новых веществ. Ну, на самом деле, вы не правы, потому как мы живем в среде, не только в воздушной среде, но около нас существуют вот эти сущности и детектор, который у меня есть, который работает много-много лет, он их постоянно меряет. Это так называемые магнеты, которые электрические кластеры. Я их называю иногда упрощенно энергетические кластеры, потому что, когда среда не возмущена, эти энергетические кластеры, вообще говоря, приносят нам только жизнь. Но если эти энергетические кластеры начинают двигаться, вот в случае с разрядником они подвижны, или когда кавитационный аппарат работает, они тоже подвижны, они тогда начинают грядить. Вот и все. Спасибо. Спасибо. Спасибо Александру Шишкину. И, Баранов, Дима, ты хотел что-то сказать? Ну, я хотел сказать в защиту нейтрино. Тут какие-то были заявления, что нейтрино не существует. Но это просто смешно. На самом деле, в тысячи экспериментов во всем мире уже много-много лет показывают, что нейтрино существует. И я сам был участником эксперимента, в котором протонный пучок включался, и появлялись картинки нейтрино-событий в камере, которая была защищена 50-метровым слоем железа. А может быть, это не те были картинки? Дима, ты вот как раз тебе сегодня вот своим докладом за Телепин показал, как это происходит, как можно, вообще говоря, получить совершенно другой результат. И ты вот до сих пор, а я тебе сколько раз спросил, Дима, пересмотри, подумай, у тебя никаких сомнений нет. Ну, давай начинать сомневаться. Вот простой эксперимент. Вот сказал тот самый... Я все сказал, все. Дим, подожди, я его отключил. Договори, пожалуйста, договори. Нет, ну, это смешно. Мы превращаемся... Если у нас будут такие заявления, что нейтрино летит со скоростью больше, чем скорость света, ну, это... Нет, на самом деле, это немного показывалось, но потом эту тему закрыли. И, в общем-то, это неправильное утверждение. Если мы будем говорить... Витя Сергеевич, от взрыва сверхновой нейтрино прилетело раньше. Да, но... Там тысячи причин, почему это могло быть со скоростью света. Значит... Мы доказали, хотя вы правы, да, да. Я тоже знаю это. Я это не понимаю. На 100% не надо тогда утверждать. Все-таки это сверхновая 1987-а. Да, да, ну, это... Это регистрировано на Баксане, в других лабораториях. Александр Павлович, вас, вам давали... Вы правы, да. Вас же не перебивал Баранов? Я не перебиваю, я просто... Не надо, вы перебиваете. Вы не просто... Есть некое указание, да. Есть подозрение, что больше. Но это еще окончательно не доказано. Вот такое сегодня положение. Говорить, что нейтрино нет, это вообще смешно. Ну, давайте не будем вот такие сомнительные вещи тут поднимать на пьедестал. Можно меня открыть? Над нами будут смеяться. Игорь Булин, спасибо. У нас уже время, перебрали время. Просто болтовня, как в одесской кофейне получится. Можно... Баранов, спасибо, Дим. Спасибо. Игорь, спасибо не нужно. Я говорю о том, что надо пересмотреть эксперимент бета-распад. Вы почему-то на это не обратили внимания? А то, что я, может быть, сказал... Эксперимент бета-распада, который вы называете, это бета-распады нейтрона, так? Бета-распады нейтрона. Да, да. Бета-распад нейтрона. Бой более точным. Для того, чтобы говорить, я могу сказать, что вот говорят о том, что эксперименты надо пересматривать, Обычно люди, ну а это правильное, в общем-то, соображение, обычно люди, которые сами к эксперименту имеют очень косвенное отношение. Перепроверить, точнее. Ну да, да, это я понимаю. Вот это вот Александр Павлович вот этим грешит. Ну вот вы тоже, я знаю, у вас неоднократно, вот вы разные. Это правильно, это будоражит мозги. Но ответы почти всегда будут лежать в ортодоксальной физике. Друзья, значит, давайте... Вам скажут, что аппаратные методы грешат большими потерями. Вот понимаете, вот магнитная методика релятивистов, она самая правильная, она дает самую точную. Когда там ничего не меряется, никакая энергия там не меряется. А там меряется скорость электрона и то с помощью того, что он влетает внутрь. Нет, давайте будем говорить только... Он же взаимодействует с этим полем. Игорь, 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 спасибо. Игорь, спасибо. Извините, я вас отключил. Друзья, на этом мы будем с вами сегодня прощаться. Я хочу сказать, что через неделю у нас будет очень интересный доклад. Это будет Широносов Валентин рассказывать о своих идеях, связанных с водой. В первую очередь, насколько я понимаю. И это будет очень интересно. А вот еще через неделю у нас будет круглый стол, на котором мы сможем обсудить наиболее перспективные методы, наиболее перспективные модели холодного ядерного синтеза. Как мы их вот сейчас на середину 2022 года понимаем, вот в нашем коллективе. Поэтому, пожалуйста, готовьтесь. Я разошлю на эту тему письма. Можно будет заявиться с выступлением на круглом столе. 15-20 минут. Это будет через две недели. Друзья, на этом мы заканчиваем. Я сегодня часа через два, через три, возможно, разошлю видео. И там к нему я приложу два документа. Одну статью, которую мне уже прислал Сергей. Сергей, Сергей, Сергей. Выпал из главы фамилия. И вторую, которую прислал Боб Гринье. Я эти статьи приложу к вам сегодня в рассылке видео. Друзья, спасибо за участие. Через неделю встречаемся снова. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.